Ребята, всем привет! Сегодня мы говорим про манипуляции, про то, как управлять собой и другими людьми, а в гостях у меня Альберт Сафин, психолог. Спасибо тебе большое, что пришел. Александр, принял с благодарностью. Привет, приятно от тебя было получить приглашение. Это у меня юбилейная, кстати, запись подкаста, 10-я, поэтому оно будет необычным вдвойне. Необычным вдвойне, но на самом деле я хочу сказать, что именно для моих зрителей, которые приверженцы такого бизнес-профессионального контента, я уверен, что очень многие будут видеть тебя в первый раз. И на самом деле, ребят, я для вас хочу сказать, если вы знаете Альберта, то просто приготовьтесь, сейчас будет услада для ушей, а если вы впервые видите Альберта, то ваша жизнь разделится на ду и после, в хорошем смысле, если вы этого захотите. Да, очень приятно. Пусть общение наше с Александром будет пространством ответов на вопросы, которыми вы, может быть, и не задавались ранее, но которые и так важны, открывшись опыту. Абсолютно верно. Подчерпнул у тебя идею, что примерно 90% проблем в нашей жизни, в общении с другими людьми, можно было бы избежать и убрать из своей жизни, если бы все на берегу обсуждали правила и договаривались о том, чего они вместе хотят. И вот по этому случаю предлагаю такой вот вопрос поднять. Как ты думаешь, вот у тебя юбилейный подкаст, ты уже знаешь примерно, как обстоят вообще дела. Что должно произойти, чтобы наш разговор для ребят, которые нас смотрят, оказался просто наиболее полезным, а для нас суперинтересным, комфортным и душевным? Вспоминая такую фразу, я ее зачастую цитирую в пространстве своих уроков и выступлений, что уверенность и победа — это безразличие к исходу встречи. Не требовать от себя необходимости, повышать важность. Сейчас что-то должно такое произойти, и я вот уже все. Нет, позволить себе роскошь быть и подкасту разным, и самому тоже быть разным. В любом случае, человек, являясь тканью, им пропитавшись уже не будет прежним, тоже это фарша, который невозможно провернуть назад. И вообще в жизни в целом. Когда мне очень приятно, что ты меня встретил, входим сюда, и мысли о записи подкаста с утра тоже позволят себе роскошь, не требовать необходимости от жизни требовать. Что-то должно обязательно в виде золота капнуть мне в ладонь. Как будет, так будет. Доверившись, можно фоном, занимаясь параллельно какими-то делами, а можно специально с конспектом изучать, как вам комфортно, а может даже не один раз на ваше усмотрение. Я бы подготовил конспект. Даже вот эта тема, что позволит себе роскошь быть тому, что сейчас произойдет, не требуя необходимости выдавливать золото руками. Где вот эта вот грань интересная, тонкая? Я слышал от тебя эту идею, и мне было, я знаешь, сам задумался, где вот эта тонкая грань между не ожидать, не требовать, расслабиться, быть в этом моменте, наслаждаться им, и вот эта тонкая грань пофигизма, где ты переходишь уже не с позиции «я не требую, а я просто делаю», в позицию пофигизма, где ты уже не так качественно делаешь. Где вот эта тонкая грань? Как ты ее определяешь? Сейчас расскажу. Вот человек, он же живет во времени и в пространстве. Тоже я вот на своем примере. Вхожу я в это пространство, где мы записываем этот подкаст в этом времени, сегодня, в сегодняшнем дне. И вопрос, который можно позволить себе роскошь, себе задать. А что будет для меня наилучшим результатом этого времяпрепровождения? Что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня, этой недели, этого времяпрепровождения? То есть этот вопрос, он фрактален, можно задаваться им по отношению к большим и к малым промежуткам времени. И вот что будет для меня наилучшим результатом нашего с тобой общения здесь? И здесь должно быть минимум два ответа на этот вопрос. Первый – это критериально конкретный, например, это выпуск продолжительностью более полутора часов, который я в текстовом формате сделаю частью одной из своих книг, который наберет соответствующее количество просмотров и подписчиков, и вес личного бренда. Это цифры. И второй момент – что будет для меня наилучшим результатом с точки зрения того, что я выбираю прокачивать и тренировать? Например, это улыбка, зрительный контакт, одновременно продумывание, реплики далее, вербализация и воспроизведение речи, прислушиваться к твоим вопросам, к атмосфере здесь, учитывать состояние тела, свое сердцебиение, легкое такое расположение, словно мы плывем в потоке. Два ответа на этот вопрос. То есть цифровой, критериальный, который должен быть обязательно, чтобы не было этого пофигизма. Есть-то надо, хлеб-то должен быть. Да, согласен. Существа биологические, так сказать, и необходимо энергией подкрепляться. Деньги тоже – это важный ресурс. И второе – это с точки зрения, вот даже если первого не получится, ничего страшного. Даже вдруг мы записали этот подкаст, и бац, с какой-то волшебной силой, записанные данные, они просто улетели в нигде и в никогда. Ничего страшного. По второму-то пункту я галочку ставлю. Тренировочные аспекты были, и сам процесс упражнений продолжался. Поэтому вот это второй пункт перед любой активностью. Что будет для меня наилучшим результатом этой активности, и два ответа на них. Критериально-цифровой, и с точки зрения того, что я выбираю развитие, в чем практиковаться. Это позволяет удерживать баланс. Да, то есть по сути ты определил и с точки зрения результата, и с точки зрения процесса. И именно определение вот этих критериев, целей, назовем их так, они тебе не позволяют скатиться в этот пофигизм. Потому что пофигизм, по сути, это пусть спустил на самотек, не имею цели. С меня нет спроса, ни с чего не спроса, и тогда получается пофигизм. А тут получается, ты сам себе определил вот эту вот грань своего комфорта, баланса и ожиданий. Смотри, но здесь же есть еще важный второй элемент. У тебя есть свои цели и ожидания, а у меня есть свои, например, цели и ожидания. В данном случае они абсолютно точно совпадают, судя по тому, что я слышу. Но давай представим ситуацию, что у меня цели другие и задачи. И так бывает. Знаешь, когда встретились два человека, один хочет одного, вроде бы они договорились об одном процессе, о том, что они делают одно дело, но цели преследуют разные. Например, кто-то хочет, мы договорились построить дом с тобой, и кто-то хочет построить дом, искренне сделать какой-то шикарный объект, чтобы потом он просто радовал глаз, восхищал, чтобы семья, которая в нем будет жить, радовалась. А второй человек, он хочет скоммуниздить побольше денег со стройки и быть вот таковым. В нашем конкретном случае цели наши совпадают, но вот представим ситуацию, что не совпали, и ты пришел за одним, а я за другим. Вот каким образом, в какой момент должен происходить вот этот вот, на твой взгляд, мэч, чтобы на дистанции это не выливалось в какую-то проблему. Здесь вот такой прием может быть полезный. Насколько я понимаю, ситуация по факту А, насколько я понимаю, мы с вами согласовали строительство дома, а здесь я вижу уже колодец глубиной 2 метра. Хотя у нас было соглашение Б, хотя мы с вами договорились о строительстве дома. И сейчас, судя по всему, происходит что-то, что не соответствует этим соглашениям. Приглашаю сделать паузу и обсудить текущее положение вещей и прояснить наши цели. Как вы на это смотрите? Это может быть полезно, потому что в противном случае есть риск потратить время напрасно, а сделав это, мы обеспечим себя такими и такими преимуществами. Что думаете по этому поводу? Сделать паузу. Насколько я понимаю, ситуация А, хотя соглашение было Б. Как вы смотрите на то, чтобы сделать паузу С и обсудить положение вещей? Это может быть полезным. Что думаете по этому поводу? Я думаю, что это очень интересно, но каждый раз, когда я слышу от тебя такую идею, я пытаюсь представить это вот живую картину. И я помню себя в эмоциональных ситуациях, когда я пришел строить дом, а кто-то тянет из него деньги. И я реагирую не так, что «а давайте-ка мы сейчас». То есть меня в этот момент огромное количество эмоций нахлыновает. И в действительности, конечно, я пытаюсь как-то совладать с собой, найти решение, но мне человеку в этот момент зашибить хочется больше, чем что-то с ним решить. И вот давай, прежде чем мы пошли дальше, немножечко с тобой как бы растаем такие. Здесь важная деталь, что дом был метафорой. Да-да-да, безусловно, безусловно. Дом был метафорой, да, чтобы мы не укатились в строительство дома. Да, я когда смотрел с тобой интервью и твой материал, я пытался для себя понять, насколько в действительности вот технологии речи, да, манипуляции, с помощью речи управления, вот какая-то правильная коммуникация, насколько их в действительности, на твой взгляд, можно внедрить в жизнь, чтобы это было эффективно. Или же это в большей степени интересный материал, интересный контент, один процент от которого реально может быть внедрен и который может вот использоваться в жизни. Как ты думаешь? Ну вот даже если одна промилле будет внедрена в жизнь, это уже будет большой победой. То есть я не требую от себя необходимости, чтобы все 100% материала были зрителям, например, приняты в жизнь на все 100%. Нет, даже одной промилле, не говоря про 1%, более чем будет достаточно. А здесь важный момент, в первую очередь, это контроль тела. Тело управляет мыслью. Если человека несет на химическом уровне, и он сверхэмоционален, и достаточно ему вот зажженные лампочки рядом, чтобы он всполыхнул подобно спичке или петарде, конечно, здесь ему речь не поможет. А вот про внутреннее состояние, про дыхание, про что будет для меня наилучшим результатом этого взаимодействия, про понимание, что это лишь информация, которая витает в воздухе, про безразличие к исходу встречи. Это позволяет быть внимательным к речи. Друзья, я заметил интересную закономерность. Чем дольше занимаешься бизнесом, тем больше видишь ошибки в своем прошлом. И думаешь, вернуть бы меня в то время, с сегодняшними знаниями, я бы заработал свои первые серьезные деньги быстрее и кратно больше. Уверен, вам это чувство знакомо. Но пока путешествия во времени не придумали, есть другой рабочий вариант, как сделать буст для своего бизнеса. Хочу порекомендовать вам рубрику «Разборы» на канале Михаила Гребенюка. Формат разборов бизнеса не новый для Ютуба, но у Михаила получилось сделать его не только увлекательным, но и полезным для зрителя. Это не какие-то причесанные постановочные интервью. Крутая фишка разборов, что Михаил не знает, кто будет гость. Это может быть абсолютно любой предприниматель с доходом от 50 тысяч до 10 миллионов. Это рядовые предприниматели с такими же проблемами, как и у многих других, и они сами приходят к Михаилу с запросом на рост. И магия разбора в том, что Михаил не дает копирку для действий, а вместе с гостем распаковывает проблему и точки роста конкретно под него. Всего за час с небольшим разбора вы видите все цифры бизнеса. Как был построен, где косяки, где можно переделать, как поднять средний чек или масштабировать всю модель, где влить деньги, а где обновить персонал. Без воды и лозунгов типа «Встань и иди». На канале уже более 40 разборов, и каждый имеет свою уникальную ценность и неочевидный результат. Особенно будет интересно для тех, кто считает, что уже сложно делать иксы в своем бизнесе. В этой рекламной интеграции я специально не рассказываю вам бэкграунд Михаила. Хочу, чтобы вы сначала посмотрели хотя бы один разбор на канале. Ссылку на разбор оставляю в описании. И если зайдет, погуглите Михаила Гребенюка, чтобы узнать, почему он разбирает предпринимателей и собирает хорошую аудиторию. Переходите по ссылке, подписывайтесь на канал Гребенюка и обязательно возвращайтесь досматривать наш подкаст. Поехали! А касательно вот этих манипуляций, у меня, кстати, определение. Что такое манипуляция? Я как раз к этому и веду, видишь? А ты сам уже за меня, так сказать, перешел туда, куда надо. Какое бы ты определение отдал этому слову? Манипуляции. Надо было Википедию открыть. Ну ладно, нет, мои ощущения. Манипуляция — это осознанное либо неосознанное управление, как бы осознанное либо неосознанное управление человеком через речь, психологическое воздействие, которое приводит его, условно, не туда, куда он хочет. Вот как-то так бы я сказал. Да, здорово. То есть воздействие на картину мира собеседника, чтобы сделать его более послушным для выполнения команд. Да, у тебя более красиво сформулировано, но идея схожая. Ровно и плавно, да. Конечно, это есть и в бытовом плане, чтобы составить ребёнка кровать свою заправить, ну и прочее. Вопрос в том, чтобы их замечать. А ведь всё хорошо в меру и в той или иной дозе. У меня старшие брат и сестра, они врачи. Я с детства, это чаша со змеёй, задавал вопрос, что значит у Леночки. Елена, моя старшая сестра. Это вот всё хорошо в меру вопрос дозировки, что то, что может быть ядом, оно может быть и лекарством. И также здесь у любого решения действия есть объём вреда и пользы. Вопрос лишь в том, что мы пожинаем. Вопрос манипулирования имеет крайне важное значение с точки зрения того, как человек сам с собой разговаривает, а уже потом с другими как. Супер. Тогда предлагаю вот в этом моменте, прежде чем мы дальше с тобой пошли, для тех, кто нас смотрит. Предположим, что человек, который посмотрит сегодняшний подкаст и потом углубится в твой контент и вообще разберётся в теме манипуляций, если он хотя бы частично это поймёт и внедрит в жизнь какие-то инструменты, как ты думаешь, может ли это качественно повлиять на улучшение его жизни? Да, у него даже здоровее станет в прямом и в переносном смысле. Например, двойные послания замечать, это вообще необходимо обязательно. Допустим, да? Ну, Саша, я же ради тебя стараюсь. Видишь, приехал на подкаст, что ты не мог получше подготовиться? Это двойное послание. На поверхностном уровне словно есть что-то, что мог сделать лучше, а на внутреннем я знаю лучше, как должно быть. Зачастую человек просто-напросто не дифференцирует двойные послания, он не замечает их в речи. И если он замечает в речи, он начинает замечать, как ему могут лапшу на уши вешать, где угодно из каждого утюга, и как он сам может себе их вешать. Когда он начинает замечать вот эти двойные послания, где на поверхностном уровне одно, но я думаю, вы сможете себе это позволить. Вы же умный человек и должны понимать, что тут к чему. На поверхностном уровне словно какой-то комплимент, а на внутреннем попробуй сделать иначе, я заставлю тебя чувствовать стыд. И, конечно, с двойных посланий, с их понимания и расчленения, вот замечать их, а человек осознает то вовне, что есть у него внутри. Мы видим то, когда смотрим, если у нас внутри есть. Это обязательно будет сильно способствовать тому, что человек понимает, кого в жизни приглашать, а кого, может быть, держать подальше. В противном случае он безоружен, как овечка, можно сожрать даже не разжевывая. Я, знаешь, задумался вопросом на тему манипуляции изначально. Я слышал, что как интересно, а потом я думаю, а почему вообще вот эта тема, она для меня актуальна, почему она мне резонет? И как вообще случилось так, что я в жизни манипулирую, что мной в жизни манипулируют, и почему все не кристально чисто и понятно? Я вот, знаешь, изначально пытался просто разобраться, для себя, как так случилось, что манипуляции пришли в мою жизнь. И я понял то, что по сути с самого детства, вот в каких-то мелочах, как ты сказал, чтобы ребенка попросили заправить кровать, можно просто орать на него, но можно применять более, так сказать, вот такие вот схемы для того, чтобы ребенок делал то, что тебе нужно. И с точки зрения эффективности, это хорошо. Но вот если просто задаться вопросом, а вообще в целом, вот то, что на ребенка с детства возлагают вот такую вот нагрузку, то, что ему манипулируют, и скрыто управляют, это хорошо или плохо? Или это просто данность, которую мы должны принять? Вот тут такие моменты. Есть соблазн того, что человек, когда детство покинет, он будет по умолчанию воспроизводить те поведенческие модели, свидетелем которых он являлся. Я поэтому и спрашиваю абсолютно. Будучи раскаленным поластелином, дитя впитывает в себя то, свидетелем чего являлся, и в дальнейшем он воспроизводит это, называя это своим. С другой стороны, наблюдение с детства таких явлений дает возможность ему, если он посчитает нужным, тренировать, понимание их видеть. Ему есть с чем сравнивать, и он уже понимает, когда кто-то другой на него косвенно воздействует, что здесь к чему. Ну, такой пример приведу. Касательно очень чувствительными являются люди из дисфункциональных семей, у кого кто-то из родителей имел химическую зависимость. Они с детства по громкости, как входит ключ в замочную скважину, с детства могут определять, сколько было выпито мамой или папой. По выражению лица, по запаху даже, по тому, какие мышцы напряжены, а какие расслаблены. Это тоже все индикатор выпитого. Как бы лишнего не сказать, чтобы не спровоцировать. С одной стороны, такое может быть, вы меня извините в кавычках, преимуществом детятка, потому что в дальнейшем его экстрасенсорные способности могут позволять ему замечать. Они очень чувствительны. Эмпатия, да? Они могут становиться хорошими потом врачами, персональными тренерами. Ну, в общем, людьми, помогающих профессии, так скажу. Они чувствуют. Но у них есть, конечно, склонность к созависимости, когда то, насколько они хорошо себя чувствуют, это определяется тем, как обращает ли на них внимание кто-то другой. Зеркали, да? То есть такие какие-то проецируют на себя. Точно. И вот здесь эти моменты, они могут быть как недостатком, так и могут стать преимуществом. Если человек смог воспитать этого демона, сделать его своим ресурсом, а не ахиллесовой пятой. Поэтому касается... Мы же все из детства, и вряд ли можно найти человека, пальцы на него показать, который из детства идеального. Все так или иначе из детства своего. И у каждого оно было уникальным в своей неидеальности. Поэтому вопрос в том, что я выбираю оттуда извлечь, что в жизнь добавить. И даже если на меня орали, заправляя кровать, или как-то выворачивали пальцы, заставляя смущаться, или я под кровать залезал, когда услышал, как входит ключ в замочную скважину. Чему я там научился благодаря этому? И как я могу не позволить некому, не самому лучшему, продолжаться в жизни дальше? Это к тому, что у всего есть вред пользы. Вопрос лишь в объемах и вопрос в отношении. Как мы на это смотрим? С точки зрения этих манипуляций. Я их не демонизирую. Просто бывает складывается, у человека впечатление, что, ну, Альберт, ну как же так, неужели вот это? Нет, все в порядке. Это есть. Может сложиться впечатление, что я их демонизирую. Все в порядке. Мы зачастую... Даже вот эта вступительная фраза, Александр, это же десятый выпуск. Он праздничный, он будет необычным. Это же своего рода тоже не без двойных посланий. Конечно, да. Я таким образом как бы обязываю. Оно не должно стать хуже, чем другие все остальные. Еще, опять же, да, количество уже, понимаете, тут уже человек пришел как бы с опытом. Да. Вот и начать со слов благодарности, своего рода как бы разминать пластилин собеседника с позитивной эмоцией. Ведь тело управляет мыслью. И важно отслеживать, кто в моем собеседнике сейчас древняя, могучая рептилия или человеческая, что недавно появилась. И вот следить за тем, чтобы позитив висел в воздухе, а не свинец ртутный, который наносит боль, тоже важно. То есть это же тоже двойные послания, даже вызов благодарности и позитивных эмоций. Поэтому этот вопрос в том, какими нотами выбираете вы играть на нотном стане. Кстати, вот, возможно, я просто не образованный слишком, но я никогда не знал, вот на аптеке вот этот стакан со змеей, я их помню, они в детстве везде были, я не понимал смысла про дозировку. Да, я змею. Да, да, да. Я, точнее, не то, что не понимаю, я даже не задумывался никогда, сейчас рассказал, я думаю, о, действительно. Но вот, к слову, про пользу и про яд. У меня был такой момент в жизни, когда я очень углубился вообще в психологию, начал читать книжки и так далее. И знаешь, что произошло? Произошла очень интересная штука, которая вначале мне показалась полезной, а потом я увидел абсолютно обратную реакцию, что если раньше я был в потоке, плыл по течению, не то, что я, я знаю, я слушал свой внутренний мир и просто как бы откликался на него. Я в таком, знаешь, на автомате шел вот туда, куда мне надо идти. Я не задумывался вообще ни о каких вещах, вот, ну, ты понял, о каких-то банальных. И после того, как я углубился во все это, я понял, что я теперь убрал из своей жизни огромное количество автоматизмов. И я банальные вещи, когда делаю, я думаю такой, так, а точно ли это правильно или неправильное действие? Я тебе приведу пример. Если раньше я мог ехать в такси, и там, я не знаю, мне жарко или холодно, я говорил, сделайте похолоднее, пожалуйста, или там пожарочное. То есть сейчас, я, например, один раз попрошу, вот сегодняшний пример, я еду, я говорю, сделайте, пожалуйста, попрохладнее, типа дышать нечем. Вот, он делает, врубил так, что холодильник. Я еду две минуты, понимаю, что у меня теперь холодно. И я уже думаю о том, что, блин, я же уже его просил, так, не сделаю ли я человеку дискомфортно? И ты понимаешь, у меня внутренний анализ начинается. Это просто такой один из примеров, но это началось много где. Когда я принимаю решение, когда я говорю что-то жене, когда я говорю что-то детям. И я думаю, что это забирает у меня очень много ресурса. Анализ того, что я делаю, как я говорю. Хотя раньше это было все на автоматизмах. И вот опять же, где польза от этого? И точно ли это для меня полезно? Или же это уже превратилось для меня в яд? И в какой момент вообще человеку нужно погружаться в то, что мы сегодня с тобой будем обсуждать? Ну вот здесь касательно просе. Многие люди просто просить не умеют. Здесь тоже, да? Могу ли я вас попросить об X? Если нет, то все в порядке. В случае, который с такси, конечно, здесь еще от класса такси зависит. Как бы чем выше класса, тем легче просить. Здесь прямая пропорциональная зависимость. Ну вот я к чему. Я позволяю себе роскошь просить других людей о том, что мне важно, и разрешаю им сказать мне нет. Могу я тебя попросить о том, вот там, есть ли возможность записать наш с тобой подкаст в такой-то день, а не в такой-то. Если нет, то все в порядке. Тот вариант тоже нормальный. Если да, то отлично, здорово. Вот. Позволить себе роскошь просить, разрешая собеседнику сказать мне нет. Вот зачастую эта маленькая деталь дает возможность просить более уверенно. Вот это зачастую человек считает манипуляциями свои просьбы, хотя просить это нормально. И самое главное, не спешить за другого говорить мне нет. Все в порядке. Даже если таксист сделал похолоднее, я могу сделать. Слушайте, сделайте все-таки потеплее, а то сейчас я замерз. Да, позволить себе роскошь просить, разрешив другому сказать мне нет. Да, все в порядке. Как вы знаете, я и моя семья сейчас живем в Эмиратах, и я считаю, что это лучший вариант для комфортного проживания, бизнеса и отдыха. Я побывал более чем в 70 странах мира, и мне есть с чем сравнить. Да, в Эмиратах красиво, качественный сервис и обслуживание, высокий уровень безопасности, минимальная преступность, но здесь и лучшие условия для ведения бизнеса. Сегодня в Эмиратах зарегистрировано более 5000 российских компаний. Предприниматели из России все чаще выбирают эту страну для ведения бизнеса. Одна из причин нулевой налог на прибыль. Вторая, вид на жительство, который делает вас полноправным резидентом, и его можно получить всего за 3-4 недели. Если вы планируете релоцировать свой бизнес в Эмираты, или, например, рассматриваете покупку недвижимости или земли под строительство, советую обратить внимание на агентство Мира Real Estate. Мира – это не просто агентство недвижимости, а опытная консалтинговая компания в сфере релокации бизнеса. Мира Estate поможет вам, например, получить ВНЖ для всей семьи, открыть банковский счет, получить второе гражданство, открыть офшор или зарегистрировать компанию. Кроме того, агентство поможет подобрать лучшие варианты для инвестиций в недвижимость, которые, кстати, окупятся быстрее, чем аналогичные проекты в Москве. Мира Estate на рынке недвижимости в Эмиратах уже более 12 лет. Агентство занимает первое место по объемам продаж по данным ЕМАР и сотрудничает со всеми крупнейшими застройщиками страны. При покупке любого объекта брокеры компании будут сопровождать вас на всех этапах от первого онлайн-показа до помощи со сдачей в аренду. А при покупке жилья стоимостью от 500 тысяч долларов Мира Real Estate возьмет оформление ВНЖ и оплату юридических услуг на себя. Все подробности о компании, полный перечень услуг для бизнеса и каталог недвижимости можете посмотреть на сайте по QR-коду или по ссылке в описании. С Мира Estate делать бизнес в Эмиратах просто. Поехали! Если что, можно написать в формулировке просьб, могу ли я вас попросить, сделайте, пожалуйста. И тренироваться минут 15 каждый день на протяжении 20 дней. Зачастую у человека мышечно рот не привык работать так, чтобы сделать звукоизвлечение касательно просьб. И то, что у него мышцы не умеют просить, когда он называет свою просьбу, оно-то может себе объяснять тем, что книжки перечитал, что там звезда в ретро-грудном Меркурии и прочее. Рационализации может быть много. Новые идеи слабее старых привычек. Что-то не получается, тренируйтесь, действием человек осваивает навык, и потом потихонечку опа, просил, опа, попросил. Тренировать свою возможность просить. Может, даже у продавца в магазине. Мне так неловко. Скажите, сколько сейчас времени? Вот, обеспечивать себя опытом, после которого и просить будет проще. Это даже не про манипуляшечки, а про разрешение себе просить, и в то же время разрешив другому сказать мне нет. Тогда это такая искренняя. Иначе это будет соломенное чучево. Рассказать, что такое соломенное чучево? Слушайте, Александр, займешь мне денег в долг? Тебе же не жалко? Словно твой отказ, который может быть, он может быть обусловлен только тем, что жалко. Жалко, да. Разрешите, я откажу, не потому что мне жалко, а потому что вне моих правил. И важно отслеживать, когда собеседник, ну вы же, Альберт, умный человек, и вы же должны понимать. А если что-то не понимаю, я должен таким образом стесняться задать вопрос. Я не умный. Я же умный, я же не хочу, чтобы меня видели неумным. И вот это соломенное чучело. И в данном случае человек, сидящий в такси на заднем сидении, первый раз попросил, второй раз думает, неудобно. Ему надо себе напомнить, я не соломенное чучело, я человек, и я могу попросить. Эльдар, будьте добры, сделайте все-таки потеплее. Это здорово, что ты раскрыл эту тему. Я так приводил примеры, даже, да, я так заакцентировал на этом внимание, но это очень хорошая идея, потому что на самом деле проявляется очень много где, вообще с точки зрения просьб. Именно, причем, знаешь, когда нужно что-то большое попросить, вот тут нет проблем, потому что вес большой, значимый для тебя. А вот когда это вроде какая-то мелодия, я думаю, ну ладно, 5 минут ехать осталось. 10 минут к нолам потерплю, не проблема. Сам сижу, думаю, блин, сейчас продует, горло будет болеть. А вот еще важный момент с точки зрения эмоционального состояния. Если я называю свое эмоциональное состояние, я уже по отношению к нему не следствие, а причина. Эмоция, будучи названной, становится управляемой. Здесь можно добавить, знаете, так неловко, честно говоря, но вот здесь важный момент, разрешите. И вот зачастую, назвав свою эмоцию, там хоть неловкости какой-то перед просьбой, мы ее делаем, уже управляемой, это можно добавить. Кстати, про вот эмоции интересный факт. У меня у дочки в школе сейчас есть предмет, там как-то он называется, emotion reflection или как-то такое. Ну, в общем, они рефлексируют и учатся описывать свои эмоции и то, что они чувствуют. И я помню, мне было, наверное, лет 18, 19, 20, я не помню, где, мне дали тест, где нужно было что-то про эмоции, там про чувства. Я говорю, а чем это вообще отличается, что я должен тут писать? Я, будучи взрослым уже человеком, я не мог описать какие-то свои внутренние состояния вообще. И вот, по сути, то, что ты говоришь, для этого еще нужно понимать вообще. То, что ты испытываешь, какие чувства, какие эмоции ты проживаешь сейчас в моменте времени. Да, да. Тренировать способность прислушиваться к ним, называть их словом и проговаривать мысленно и вслух. Это уже делать их контролируемыми и быть по отношению к ним не следствием, а причиной. Знаешь, такая метафора. Если художник никогда не видел никаких цветов, как он будет ими рисовать? У него же образ цвета внутри, он вычленяет там синий, бурмалиновый, их использует. И так же с эмоциями. Рисуем ими краски жизни и картины. Да. Ладно, возвращаю обратно. У меня на самом деле тысяча вопросов, я боюсь скакать с темой на темы. Возвращаю обратно к вопросу про пользу и яд. Насколько умение и понимание темы, навык разобраться в этом вопросе и обладание этими знаниями, насколько в действительности они могут принести больше пользы, чем вреда. Потому что я в какой-то момент начал обращать внимание, что мне вот эти знания, они действительно мешают принимать решения, я сомневаюсь где-то, я начинаю рефлексировать. Раньше бы я просто сказал, сердце говорит так, погнали. Сейчас я такой, а точно ли это правильное решение? А точно ли мне так надо? Где вот этот баланс, опять же, здоровый? У любого профессионала должна быть своя философия в жизни и в работе. Вспомнил такое выражение. И так же здесь. Много книг есть разных внешних, но пусть самые ценные будут та, которую пишете вы сами. Вашей любовью и вниманием. Вот даже если взять наше общение здесь с тобой, а что если вот наш дорогой зритель, и мы тоже вместе с ним, и я, утром проснувшись, подумаю, а что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня? С точки зрения того, что я конкретно выбираю сегодня создать в своей жизни и в чем тренироваться? Сама формулировка самому себе этого открытого вопроса с позитивными допущениями, то есть в чем-то я потренируюсь и что-то я создам, может человеку быть полезной? Сама тренировка, безусловно, может быть. Я более того, когда ты говоришь, я пытался практиковать такие вещи, но третий день я перестаю это делать, так что в любом случае, если ее внедрить, это будет полезно. Да, это может требовать всего лишь одной минуты. Человек может это поэкспериментировать, посмотреть, как это у него работает. Вот, например, я сегодня, проснувшись утром, у меня есть традиция, что я там минуты две проживаю сегодняшний день в воображении. А сегодня у меня из ключевых дел были домашние дела дома, Сапсана 12.10, приезд сюда, я и тут поел рядом, и вот наша с тобой запись. И потом в гостиницу поеду, и завтра еще дела. И то есть утром я вот мысленно воспроизводил те впечатления, которые в течение дня будут проживать. Я словно как бы вспоминаю будущее таким образом. Это как тоже ответ на эти открытые вопросы. Если я смотрю, что по итогам там даже двух дней такого рода упражнения для меня создает пользу, способствует внутреннему контролю, состоянию, то я тогда его вписываю в свою волшебную внутреннюю тетрадь «Философия моей жизни». То есть получается, я выбираю это упражнение, оно отрепетировано, есть эксперименты, есть польза от него. И вот так вот потихонечку это все прочувствовав, посмотрев, как это работает. Если вы от этого пожинаете плоды, вы это все в вашу волшебную тетрадочку вписываете. Тетрадочка — это метафора, может быть, она у вас внутри, а может быть, и физически у вас, она есть, знаете, так, ваш волшебный конспект. А то, что с вами не созвучно и приумножает боль и страдания, например, вы теперь знаете, что практиковать не будете, в сторону вы отодвинули. Поэтому вот это мерило применимость, результативность и эмоциональное состояние. Если это применимо, создает результат, и самые моменты проживания этого привносят радость, то можно в тетрадочку привнести, это будет создавать больше пользы, нежели вреда, даже в долгосрочной перспективе. Но я вот тут тебя не могу не спросить. Вот представляешь, сидит, кто-то смотрит нас сейчас, и тут вот такой великий Альберт, который уже есть, три книги-бестселлеры, который уже был в десяти подкастах. У тебя авторитет, понимаешь? Вес уже имеется. И вот это ровно то, как было у меня, когда я начал читать какие-то великие книги, где мне что-то рассказали. Я автоматически думаю, то, что мне не нравится это, это значит, что я где-то не развит достаточно, не понял достаточно. Это значит, что мне нужно как бы сильнее, еще мощнее погружаться в это, разбираться, и вот тогда на дистанции будет результат. То есть на какие сигналы... Как вы, знаешь, это же все равно вес авторитета включается. Одно дело тебе сказал какой-то друг, это очень часто бывает, какой-то друг, который там денег не зарабатывает, результатов у него в жизни нет, с женой развелся и так далее. Ты думаешь, ну слушайте, а ну его нафиг. А другое дело такое. Принц, бизнес, идеальный, путешествует каждый месяц, жена, четверо детей, все прекрасно. Когда он сказал, думаешь, да, то же самое можно сказать, этому парню ты поверишь. И вот здесь любая книга, любая мысль, любой авторитет, он влияет все равно вот вес. Каким образом у тебя происходит, например, это я в свою тетрадочку, а это я выброшу, там же авторитет. Да, это важный момент. Что бы ни происходило, я достаточно хороший. Вот это сначала, изначально позиция, со мной все в порядке и с другими людьми тоже. Если даже передо мной книга, вес которой является для меня пока не познаваемым, потому что зубы недостаточно плотные, чтобы сжевать такую твердую пищу. Это не значит, что я какой-то плохой. Нет. Вообще вот эта категория, вот эта шкала плохой и хорошей, это то, что можно оставить за скобками не только нашего общения здесь, но и за скобками вашей жизни, мои дорогие. Если посчитаете нужным, заставлять не буду. Что я достаточно хорош в любом случае, и это не значит, что нет необходимости над собой работать. Это предпосылка, которая открывает возможность над собой работать. Даже если какой-то это мега авторитет, но эти материалы пока, ну вот если взять, например, книгу 25-летнего опыта изучения, нервной системы животных, в общем, труды Павлова, то нельзя сказать, что вот каждый первый человек сможет так вот легко, играючи, моргая, сразу вникнуть, понять и впустить в себя это знание. А ведь человек — это совокупность условных рефлексов. Если какая-то книга имеет право на существование, то только это. Это прямо плоть и кровь. Человек — совокупность условных рефлексов. Его сознание — их оператор. Но если я пока, например, не могу её прожевать, как этот стол своими зубами, он слишком твёрд для меня, это не значит, что я какой-то плохой. Это значит чуть позже. А сейчас есть то, и вода, и пища, которые жевать я могу с радостью. Я достаточно хорош в любом случае. Со мной с другими всё в порядке. Это как предпосылка. И что, исходя из этого, я выбираю делать дальше. Приглашаю такую гипотезу рассмотреть здесь. То есть не подбирать себе поводы, чтобы в очередной раз себя чмырить. Этого было достаточно. Я достаточно хорош. Очевидно, что бизнес должен быть максимально системным. По этому пути идут все компании. Но систематизация бизнеса — это процесс непростой. Поэтому любые знания и подсказки, как это сделать легче, безболезненнее и на современных IT-решениях, сейчас особенно ценны. Хочу порекомендовать вам телеграм-канал основателя компании Ройстад и Платрум, инвестора и эксперта по менеджменту, моего хорошего товарища Германа Гаврилова. Если хотите наконец-то наладить бизнес-процессы и увеличить выручку, то подписка на его телеграм — это качественный первый шаг в лигу системных компаний. Более 10 лет Герман выстраивает бизнес-процессы, привлек более 10 миллионов долларов инвестиций, а в его компаниях работает более 700 сотрудников. И в своем канале он делится как базовыми принципами, какой KPI выбрать для сотрудников и отдела, так и углубляясь в тему, например, «Как разгружать HR-отдел» или «Как фокусировать сотрудника на своих метриках». Каждый его пост — это точечное решение проблемы предпринимателя. Герман делится, как использует чат GPT в своей работе или как измеряет эффективность работы ассистента. А еще периодически проводит бесплатные марафоны по структурированию компаний и выходу сотрудника из операционки. Запись на марафон можно также найти в его телеграм-канале. Поэтому искренне рекомендую вам подписаться, возможно, на единственный откровенный канал про систематизацию компаний и построения команд. Ссылка в описании. Поехали! Да, это, наверное, такой из разряда самокритичности, какого-то перфекционизма и что, да, такого даже, знаешь, короны слегка на голове внутренней, что если я за что-то берусь, если я что-то читаю, то я точно должен в этом разобраться, точно должен это понять. И у меня нет права на ошибку. Если я взял книгу и я внедряю механики из нее, они для меня не работают. Это значит, что я, опять же, вот, да, как ты сказал, недостаточно хорош, чтобы ее сожрать. И начинается вот этот вот процесс. Насильственное. То есть у меня в действительности, я уже даже в каком-то подкасте рассказывал, что меня это привело к не очень хорошим результатам, когда я начал внедрять в свою жизнь те вещи, которые принял за чистую монету от другого человека, не пропуская через свою рефлексию, через свои собственные ощущения. Да, да, да. Да, и в итоге это ничем хорошим не обернулось. Чуть-чуть назад. Это очень важный момент. Да? Ну, еще вернемся. Это прям очень интересная тема, потому что я прям точно хочу поднять на тему того, как разобраться в себе. У меня буквально все предприниматели-гости, которые добились большого результата, главное разобраться в себе. Что это значит? Непонятно. Но оставим это на чуть позже. Я хочу вернуться назад по поводу, мне нравится вот эта механика по поводу представить свой день и настроиться с утра. И я в действительности, знаешь, у меня бывают такие моменты, я просыпаюсь с утра, светит солнце, я сажусь за руль машины, я еду, и я чувствую, сегодня офигенный день будет. Просто я прям, я прям еду и говорю, сегодня будет офигенный день. И у меня день как по маслу. А бывает наоборот. Я просыпаюсь, и с самого начала все не очень. И у тебя вот есть такая механика, как ты сказал, что ты пропускаешь, представляешь сегодняшний день. И ты представил, что у тебя все прекрасно, проходит, сапсан и так далее. Но что происходит в тот момент, когда ты себе напредставлял, а в середине дня что-то жестко выбивающее тебя из колеи? Каким образом ты реагируешь на это? Это же смазывает картину, смазывает твой настрой в любом случае. Да. Я сейчас вспомнил, вот ты спросил, я помню, прихожу в офис, включаю свой ноутбук, и вот так в будущем перестал работать. Ну вот пример, да. Да, я подумал, что-то важное и ценное прямо сейчас будет происходить. Я так благодарен этому опыту, потому что после той поломки того ноутбука я перешел на iMac большой стационарный. И тот ноутбук, мне, кстати, починили, он сломался за две недели до окончания гарантийного срока. Представляешь, да? Так вот, это с одной стороны. То есть, конечно, я сейчас вношу человеческий разум в ход вещей. Ну а человечивать, да, наш космос и песчинку, на которой мы летим из ниоткуда в никогда, приглашаю. Это такое магическое своего рода мышление, немножко понижает тревожность и позволяет согреться у костра в древнем племени. То есть, когда что-то идет не по плану, я выбираю считать в этом какой-то важный смысл. И вот я выбираю его найти. Надо же, как вовремя ноутбук сломался. Надо же, какая прекрасная возможность обеспечить в офисе себе стационарный, чтобы с большими мощностями заниматься тем, записью и редактированием уроков. То есть, если что-то идет не так, я выбираю считать, что у меня есть такая метафора, когда я вот затрагиваю образные темы, разрешите, позволю себе роскошь немного быть не только Альбертом Сафиным, но и волшебником Альберто. Словно вокруг меня есть бессознательное, которое меня окружает. Ты тоже плод, его какая-то камера и этот стол. И оно общается со мною знаками, явлениями и событиями. И для него времени нет. Время же появилось вот недавно с появлением нашего языка, чтобы понимать, когда урожай сажать, когда его извлекать. Для доязыковых там, ну там, животных времени не существует. У них нет страданий от смерти и прочее. У них нет там планирования, просто совокупность рефлексов и инстинктов здесь. Ну так вот, для бессознательного времени нет. Это первый слой. Если что-то происходит не по плану, я выбираю считать, что это со мной общается, мудрость моего бессознательного. И даже то, что мы сейчас сидим здесь, это такое стечение маловероятных обстоятельств. Как я вошёл вообще в тему тонких материй, связанных с работой с людьми, с психологией. Это тоже словно бессознательное подталкивало меня с течением обстоятельств. Иди туда и шагни. Это первое. То есть воспринимать любые движения не по плану и соприкосновения с твёрдой материей, как нечто о мою голос бессознательного, который приглашает меня обратить внимание на то, что я мог раньше игнорировать. Но не всегда так можно сделать, конечно. Бывают ситуации, где там не до вот этих юморесах с волшебником Альберта. Не всё от меня в жизни зависит. Я, бывает, говорю, что человек причина всех следствий в своей жизни. Это моё определение ответственности. Причина всех следствий в своей жизни, да. Ответственность — это позиция, когда человек считает себя причиной всех следствий в своей жизни. Но это не аксиома. Нельзя так сказать про жертв чрезвычайных происшествий Да, здесь всегда самый простой пример. Прости, что я тебя перебиваю. Двухлетний ребёнок, заболевший раком, всегда будет как бы... Конечно, врождённые заболевания тоже нельзя так сказать. Но это позиция, мыслить в пространстве которой можно чуть более замечать то, что я бы не замечал, если бы думал бы иначе. То есть это не аксиома, а это позиция, мыслить в пространстве которой может быть полезно. И так же с голосом бессознательного. Может, его никакого нет, вы меня извините, но это позиция, которая меня оберегает от необходимости дрожать от страха перед открытым и бесконечным космосом. У нас же есть возможность не думать о многом, благодаря тому, что мы думаем сейчас об вот этом, о представляющем масштабах жизни и природы, насколько даже язык является кончиком острия иглы, даёт иллюзию понимания. Так вот, это первое. Момент — это вот какой смысл бессознательного в этом есть. А второе — я не на всё могу повлиять. Есть то, на что я повлиять могу, есть то, на что я повлиять не могу, я просто принимаю это смиренно. В целом, я соглашусь с тобой, мне нравится эта идея, она не является аксиомой такой, что всё, что происходит, это вот я, но она точно является хорошей частью стратегии личной, когда ты гораздо больше берёшь ответственность за свои результаты. То есть она во многих вещах тебе, там, где нужно взять ответственность, помогает тебе взять эту ответственность. А в ситуациях, даже если произошло что-то плохое, ты всё равно берёшь ответственность за то, чтобы исправить это либо каким-то образом максимально отдаться и повлиять на то, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Здесь мне нравится эта идея. Вот это, что я не на всё могу повлиять, я могу с утра, что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня. Если произошли такие мелочи жизни, как там поломки чего-то, то какой в этом смысл, и что ценное могу отсюда я извлечь? Если произошли не мелочи жизни, как я могу принять их смиренно? Хочу окунуться в предпринимательство и в людей, которые стремятся что-то создать, что-то сделать и добиться какого-то успеха в жизни. И хочу начать с такого, может быть, и банального вопроса, но почему одни люди добиваются успеха, на твой взгляд, а другие не добиваются этого успеха? Что с точки зрения психологии, на твой взгляд, является какими-то вот ключами? Понятное дело, что есть генетика, есть течение обстоятельств и так далее. Но если мы берём человека как личность, вот на твоём опыте и основываясь на твоих знаниях, что на твой взгляд влияет? Мои многолетние исследования... О чём говорят твои многолетние исследования? Это юмореска, про многолетние исследования, мем такой. Ну так вот, они говорят о том, что человек бессознательно, автоматически порождает такую цепочку событий и взаимоотношений с другими людьми, чтобы иметь возможность проживать привычные эмоции и подтверждать свои привычные убеждения о себе, о других и о мире. А вопросы, связанные с успехами или неуспехами в чём угодно, во взаимоотношениях, во деятельности и так далее, это лишь то, что обслуживает вот эти движущие механизмы. Получается... Понял. Если человек привык считать себя самым умным, людей вокруг дурачками, а мир несправедливым местом, где нужно постоянно сражаться и доказывать всем, что они дурачки, и привык он оттренированно у него до совершенства ещё с детских времён эмоции, испытывать ненависть, страх и иногда удовлетворение, что он победил, допустим, то он будет создавать соответствующие события и взаимоотношения. То есть получается, в чём бы человек не был уверен, он окажется прав рано или поздно. И здесь вопрос в том, какие эмоции выбираю я тренировать и подтверждение, каким убеждением выбираю я искать и находить. Вот если мы вернёмся, наилучший результат сегодняшнего дня. Я удерживаю фокус своего внимания, чтобы испытывать позитивные эмоции. Когда-то, я помню, перед любым таким движником я испытывал адреналин, который отдавался ударам сердца в висках перед публичными выступлениями. Приятные ощущения с этим. Приятные, да, да. А плавно я сейчас его превращаю в это, в удовольствие, радость и в предвкушение. И это вызывает необходимость бессознательная. Он у нас руководит созданием процессов, событий, взаимоотношений в жизни. Я смею предположить, что, дорогой зритель, не думает, что человек сознательно контролирует всё, что в его жизни происходит. Я же сознательно не контролирую тембр своего голоса, в каждой его детали, движение мышц, запах и прочее. Хотя всё это в совокупности влияет на то, как меня воспринимают другие. Так вот. Как я создаю условия, чтобы тренировать желаемые эмоции? И каким убеждением выбираю я искать и находить подтверждение? Я достаточно хороший человек. Я разбираюсь в своём любимом деле. Меня окружают прекрасные, умные, счастливые, дорогие, здоровые люди. А мир — это место, которое позволяет мне заниматься любимым делом, преуспевать и в нём, в радости засыпая и просыпаться. Я могу каждый день находить подтверждение этим убеждениям. И чем больше подтверждений я им нахожу, тем неизбежнее они становятся автоматическими программами, так сказать. Поэтому здесь, если мы возьмём такую, да, вот линию, где одна крайность — это люди, добившиеся чего бы то ни было, где бы то ни было, а здесь нет, то получается, что в их жизни произошло, то и было целью для их бессознательного, хотя, может, сознательно они не знают. А как понять, что для человека является целью в его жизни? Посмотреть одним глазом, как он живёт сейчас? А как же история, что просто не прошло достаточно времени, ещё пока что я не успел, и вот, и так далее. То есть, допустим, смотришь на человека, ему 25-30 лет. В целом, начало жизни ещё, да, с такой вот взрослой, ну, условное начало. И посмотрев на него, я могу сказать, он ничего не добился, у него нет никаких результатов, а спустя 10 лет он будет каким-то сверхчеловеком и так далее. Вот. И сейчас могут быть какие-то реальные причины. То есть, человек всегда видит реальные причины, почему ему что-то мешает добиться каких-то результатов. Простой пример приведу. Это очень часто вот в бизнесе, в предпринимательстве история, когда человек, например, занимается каким-то делом, это дело ему приносит деньги, но оно ему сказочно не нравится. И он испытывает, то есть, он работает, он устает, пашет как Папа Карло, 24 на 7. Он зарабатывает большие деньги, но не получает никакой радости, никакого удовольствия. И, наверное, с точки зрения даже денег его можно назвать успешным. С точки зрения всего того, что мы оцениваем, его нельзя назвать успешным, потому что нет внутреннего какого-то баланса, счастья и так далее. И как, посмотрев на него, вот я могу сказать, вот как бы, что говорит там его бессознательно. И почему он не может выбраться из этого своего кокона и просто поменять какие-то элементы. А может, и не надо. Тут двери позитивных изменений открываются изнутри. Ты же не можешь заставить другого перестать страдать. И так же и здесь. Человеку может нравиться, что ему не нравится. Вы уж извините. Можно добавить еще одну ось, как бы еще одну шкалу, что человек, знаешь, вспоминает такую метафору про кота, который сидит на гвозде и кричит. Что он сидит на гвозде и кричит? Ему достаточно больно, чтобы кричать, но недостаточно, чтобы слезть. А вообще ему нравится сидеть на гвозде и кричать. Поэтому здесь, в твоем примере, человеку может нравиться, что ему не нравится. Может быть, это единственная тема для разговоров, чтобы заполнить вакуум кальяной, в которой он сидит по пятницам вечером со своими товарищами. «Ребята, я так задолбался, даже не знаете». Может, это возможность у него нравится, что не нравится. Это повод для разговора. А то, что внешне, это как просто мимикрия. А касательно товарища, которому 25 лет, мы не знаем, какой человек путь прошел за его плечами. Может быть, дворник, подметающий улицу в свои 40, произвел в своей жизни гораздо большие подвиги, чем какой-то молочный крепыш, который деньгами питается. Поэтому здесь тоже это такой относительный момент. Каждый делает лучшее, на что способен в каждый момент времени, используя способности свои в совершенстве, которыми он владеет сейчас. И что вот новые способности выбираете вы добавить сегодня, мои дорогие? Вот мне понравилась история про вакуум кальяной. Очень как это. Так можно в целом наверное про каждого человека сказать, но тем не менее, давай попробуем углубиться в этот пример. Вот смотри. Про каждого человека, случай которого не задокументирован в уголовном кодексе. То есть мы находимся сейчас в мире здоровых более-менее людей, не пребывающих в стационаре и в тюрьме. Да, да, безусловно. Ну вот просто я представляю, это на самом деле такой, знаешь, это этапная такая история в предпринимательстве, по крайней мере, которая я наблюдаю, что у человека часто бывает, что он начинает чем-то заниматься, получает результаты, ему перестает нравиться это дело, он подходит к какой-то планке своего развития, к какому-то уровню и дальше у него есть выбор. Либо он закрепляется в этом состоянии и состоянии человека, который ему не нравится, он страдает, и он всегда находит причину, почему он не может прыгнуть выше. У него всегда есть в голове четкое объяснение. При этом он говорит, я очень хочу вот туда, но вот ты смотришь на объективную картинку, и он реально вроде бы у него как бы и опций каких-то нету, и как-то и идей каких-то нету, и он реально делает все, что может. Где, вот знаешь, у меня автоматом возникает вопрос, где человек сам себе врет, где он сам себя обманывает, и как человеку может нравиться страдать. Вот касательно того, что ты говоришь, вспомнил такую зарисовку, что возраст, в котором у мужчины умер отец, как правило, когда он сам к этому возрасту подходит, некая тревожность может нарастать, и вот важно этот возраст перепрыгнуть. Очень есть высокая статистика, что примерно в том же возрасте и дети отчаливали. Ну так вот, это к тому, что человек же может не осознавать этого вовсе. Человек вообще мало чего осознаёт. Поэтому вот здесь может быть важным, а как бы вы хотели, чтобы было немножко вот растолочь. И вот если человек представить, как пластилин, такой замороженный пластилин, который ригидным является, из него никак не слепить. Разогреть его и слепить. Тоже к маленькому упражнению, да? А вот если бы у вас была волшебная палочка в вашей правой руке, то какое бы желание вы загадали? Зачастую у человека чего-то нет в жизни, ещё и потому, что он не разрешает себе этого представить. А хотя бы вот в том примере есть у человека представление, как бы он хотел, чтобы было. Очень популярно и легко знать, как я не хочу, но гораздо сложнее знать, как я хочу. С языка у меня прям снял то, что я хотел сказать, когда человек в этом состоянии находится, он погружён в мысли о проблеме. И очень сложно думать о чём-то другом и представлять какие-то варианты, потому что проблема, она съедает. Это знаешь, когда ты едешь по дороге и на другой стороне. Это прям реальный пример. Я ехал с дачи и стоял в двух с половиной часовой пробке. И там, ну, видимо, понимаю, какая-то огромная просто авария. И мы подъезжаем к моменту аварии. И знаешь, что я осознаю? Что авария не на нашей стороне, а на той. Просто все останавливаются, чтобы посмотреть. И из-за этого гигантская пробка. И здесь то же самое. Человек концентрирует внимание на проблеме очень сильно. И каким образом... Это легко сказать всегда, но каким образом начать думать туда? Каким образом, когда тебя съедает проблема, нежелание, вот эти негативные эмоции, вот это вот всё, как начать смотреть туда и что-то себе, и ещё верить в это главное? Я так люблю эту тему. Это моя любимая тема. Давай. Спасибо. Здесь такая метафора сразу рождается. Можно представить такого человека мухой, бьющейся об стекло. Так. Наверняка такую зарисовку каждый из нас часто видел. Я в офисе сейчас такое наблюдаю. Окно открыто, вот так вот, да, на распашку, а тут закрыто, и муха бьётся. Что вот ей не даёт вылететь через открытое окно? Давайте её очеловечим, как метафору задействуем. Позволить себе роскошь отлететь назад, увидеть открытое окно и вылететь на свободу. И так же здесь. Во-первых, человек — это совокупность его мыслей, его эмоций и событий, в которых он находится. У меня есть моё определение, что такое эмоция. Эмоция — это проживаемая телом мысль. Хорошее определение. А событие — это то, как проживает время и пространство моей эмоции. То есть, да? А мысль — это то, как мой передатчик воспринимает события, в котором я нахожусь. Получается такой круг. Круг, да. Да, круг, он такой зацикливается, так сказать. Если это муха, у неё получается событие, она бьётся вот так лбом своим, да, про оба стекло, на эмоции, да блин, 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 и слова соответствующие, ну где же выход, почему нет, почему нет. На какое, хотя бы одно из трёх измерений я могу воздействовать? Вот если у меня есть задача, я сейчас вспоминаю, когда я учился в пятом-шестом классе, у нас был компьютер Pentium 166. 16 мегабайт оперативной памяти. Я 89-го года рождения. Вот. А ты какого? Я 94-го. Ну так вот, Pentium 166. Ну это очень дорогая была покупка, конечно, и представь, когда были дни, когда вот, например, я его включаю, он не загружается или компьютер висит. Вот если кто-то из родителей бы это запалил, что у меня компьютер не работает, Альберт, ты компьютер сломал, и это абсолютно нормально, вы уж меня извините, в этом ничего такого нету. Ну так вот, можно сказать, нет, когда там суперпросвещенные родители, они поймут, да нет, конечно, я бы не хотел. Ты что, сломал, много играешь, не надо тебе за ним сидеть. Ну так вот, это вот история про того предпринимателя, ему приглашаю удерживать это в голове, ну если не удерживаете, все в порядке, они сейчас с единым пазлом собираются, мы рисуем картину нашего подкаста. Я помню, я сижу перед компом, я так не хочу, чтобы родители запалили, что он у меня сломался. И у меня мысли так, значит, я с детства понял такую историю, я придумал такую фразу, что я знаю, что делать, я с этим справлюсь, и это легко. Я вот гонял в детстве эту фразу хотя бы минуты три, и потом в голову мысль приходит. Спрошу я вот у Петра с третьего этажа, у него, по-моему, есть что-то про Windows, операционные системы, может, переустановить надо. Мне эта мысль пришла. То есть я сначала, если какая-то задача сложная передо мной стоит, которую я не знаю, как решить на мысленном уровне, я создаю эмоциональное состояние, как будто я уже с ней справился. И вот та же муха и тот же предприниматель, да, я знаю, что делать, я с этим справлюсь, и это легко, и наилучшим образом. Хотя бы просто две-три минуты эту мысль погонять, и сразу эмоциональное состояние приходит у меня, во всяком случае, соответствующее. И идея рождается. Возьму-ка я вот диск, приглашу домой, пока родители на работе, поковыряемся вместе, может быть, там что-то есть это. И я научился форматировать жесткий диск, переустанавливать операционную систему. Я помню формат С, дробь С, устанавливать операционную систему и здесь. И я вот, а как бы я хотел, чтобы было, чтобы у меня комп включался и работал, все было в порядке. Я знаю, что делать это легко. Поэтому это тоже важный момент. Какая бы задача перед вами не стояла, которую вы не знаете, как решить сознательно, на уровне мыслей нет решений. Позвольте себе роскошь создать эмоциональное состояние у себя, чтобы просто не мешать себе это решение находить. И муха отлетает. И поэтому также здесь, в этом зарисовке с товарищем, а как бы вы хотели, чтобы было? А что значит для вас представить, что у вас есть волшебная палочка? Какое бы тогда желание вы загадали? Человека чего-то нет, когда он запрещает себе это хотя бы представить. А что значит для вас разрешить себя обляпаться мороженым, совершить ошибки, попробовать, с легкостью подойти? Мне одна мудрая женщина в свое время сказала, когда я пришел к ней, ну, одна мудрая женщина слэш мой коуч, сказала мне такую фразу, я к ней пришел с запросом, она говорит, я на языке тела чувствую, что ты не готов сейчас все равно к этому решению, и ключевое, на что тебе нужно сейчас воздействовать и на чем сосредоточиться, это не на поиске решения, а на то, чтобы прочувствовать и войти в то состояние, в котором ты готов будешь это решение принять, с точки зрения того, как чувствует твое тело, насколько ты в ресурсе, насколько ты выспался, насколько ты хорошо, там, не знаю, в хорошей спортивной форме и так далее. Я тогда для себя зафиксировал такую идею, что если ты не знаешь, как выйти из какой-то проблемы и найти решение, начни с тела, и когда твое тело, оно здорово, когда ты чувствуешь себя хорошо и так далее, у тебя как будто автоматически становится больше времени, больше энергии, и ты по-другому, ты расслаблен, ты как минимум расслабляешься, знаешь, что здесь поспадают зажимы, и ты смотришь по-другому на ситуацию, так знаешь немножко, это вот как раз про муху, чтобы отлететь, чтобы отлететь, ты должен как будто бы, вот, ну, я для себя сделал вывод, я могу ошибаться, мой личный опыт, что ты должен как будто бы стать здоровым, спокойным, человеком, расслабленным, и тогда только ты можешь принять решение, потому что ты как муха, вот это вот, там решение здоровых вообще никогда не приходит, никаких адекватных. Вспоминаю два выражения в тему, первое, все, что начинается гневом, заканчивается позором, и второе, мысль, это побочный эффект химических процессов в организме. Во. Да, поэтому обязательно нам необходимы физические нагрузки, вот как человек живет сейчас, он не жил так никогда раньше. Да, это факт. Если взять историю нашего филогенеза, развития вида, например, это же вообще физические нагрузки нужны. И, кстати, физические нагрузки это не привилегия, вы уж меня извините, это необходимость. Я вот... Кстати, это сейчас привилегия для большинства. Если ты, твоя жизнь и работа организована так, что у тебя есть полтора часа на спорт, то ты просто маг-чародей. Да, да. А вот зачастую у человека и нет этого времени, чтобы иметь возможность ходить уставшим. Здесь тоже можно причину и следствия поменять. Сон, физические нагрузки, питание, белки, жиры, углеводы должны быть, сложные углеводы в питании обязательно, там, белки обязательно должны быть. Это все предпосылки для того, чтобы создать пространство рождения позитивных мыслей. А иначе человек привыкает. Как бы человек ни жил, он привыкает. Даже тот товарищ, жалующийся регулярно изо дня в день, он уже привык к этому, а привычное сегодня, оно всегда более безопасно, чем неизведанное завтра. Вот по поводу привычной. Я от тебя слышал фразу про то, что человек кайфует, он привык к негативным эмоциям, к этому кортизолу, и он уже на нем сидит, и ему это нравится. И я искренне не понимаю, то есть это же, это же опять же, химический процесс. Кортизол – это штука, которая человеку доставляет дискомфорт, стресс, да, он чувствует себя нервозно в моменте времени. Как человек, я у тебя слышал, ты говоришь, вот он пришел, ноет там постоянно, ноет, рассказывает о своих проблемах, он страдает, но ему это нравится. Как ему это может нравиться? В данном случае, как и позитивные поглаживания, вот радость, признание, принятие, так и негативные поглаживания, как пинки, они все одинаково утоляют наш чувственный голод. И поэтому здесь модуль имеет значение, а сам знак, плюс или минус, ну вот в данной мемокомплексе, плюс это там, дофамины, эндорфины, серотонин, а минус кортизол, это вообще вторично в данном случае. Но я, как правило, ключевые слова, связанные с этим мемокомплексом, гормонами, не использую вовсе. То есть, какие бы эмоции человек не испытывал, он к ним привыкает, ведь они становятся осью системы его жизни. Ну, например, если есть возможность погрустить и позлиться, это может нести за собой возможность позвонить друзьям, подругам, и таким образом иметь возможность, закурив, вглядываясь вдаль, включить, с плена выхода нет, и запить алкахой что-нибудь жирное и сваткое. Надо обязательно посмотреть, а вокруг... Ты сейчас на самом деле так сказал, прям хочется заострить на этом внимание, потому что это же действительно такой паттерн. Я даже, ты сейчас сказал, я думаю, что я делаю, когда я грущу? Я открываю бутылочку вина и сорокопченую колбаску, знаешь, сажусь такой с греночкой дома в 12 часов ночи. Прекрасное состояние. И это нормально, пусть это будет такой амортизирующий ритуал в жизни человека. Без резких движений, мои дорогие, никаких резких движений. Поэтому здесь необходимо посмотреть. Это же кажется только на первый взгляд, что вот там негативные эмоции, и какое позитивное подкрепление вокруг этого построено с точки зрения его социальной сущности, как взаимодействовать с другими людьми, с точки зрения даже вот сахара, алкоголя, разрешения себе то, что в хорошей жизни бы не позволил. Когда все хорошо, как-то зачастую неинтересно же, а когда драма какая-то, особенно если взять обывателя типичного, который с детства впитывал в себя мелодрамы, сериал тяжелой сложной жизни, эмоции, они меня не понимают и прочее. Все остальное, что не вписывается в привычный, этот знаменатель кажется пресноватым и тоже понять можно. Ты прямо сейчас запустил у меня механизм внутри интересный, я знаешь, прям рефлексия такая параллельная идет. Камью-давор. Представь. Не да, не да. Да, представь, реально, я вот сейчас летал отдыхать, и я был очень уставший, и знаешь, что я себе сказал? Мы летели же на самолете, что-то с ней обсуждали, я говорю, знаешь, какой у меня план? Каждый, я говорю, днем я буду лежать, просто кайфовать, балдеть, купаться, а вечером я буду пить бутылку вина каждый день. И я вот сейчас это сказал, я думаю, так, это я был очень уставший, как бы просто вымотанный и так далее, а как я себя веду, когда я не очень уставший? У меня спорт, у меня какие-то активности, я так или иначе работаю, знаешь, все равно на отдыхе. И это, по сути, для меня суперусталость, это возможность реально отдохнуть, то есть возможность выпить там вина и каких-то таких вещей, которые, когда я в состоянии стабильном, я себе особо не позволяю. Интересно, а каким образом компенсировать это, чтобы не проваливаться туда? Да пусть и такое будет, если это приемлемо, не наносит там вред системы жизни человека взаимоотношениям. У нас с товарищами бывает, когда мы собираемся, устраиваем день плохих парней и все. Но регулярно, например, там закидывать за воротник оваках и там даже сигареты курить регулярно, это какое здоровье могучее иметь. Курить и пить, это вам не спортом заниматься, здесь здоровье надо найти. Да-да-да, вот тут я, кстати, курить буду, но пить не брошу. Тут я полностью согласен с тобой, да, потому что тут конская, я восхищаюсь людьми, которые могут бухать 5 дней в неделю, я думаю, господи, какое же у вас здоровье там конское просто. Такое серьезное, планочка. И вот также здесь, если этому есть ограниченное пространство в жизни, человек, который способен контролировать, то это пусть будет у него такой амортизирующий там неврозы фактор. Островком. Очень-очень мне понравилось. Давай тогда еще немножечко про предпринимателей. Это вот одна из таких как бы не то чтобы типичных, но это то, с чем сталкиваются все как раз, когда тебя забирают какая-то проблема, и ты сейчас так подсветил, вот эту историю с подумать и правильно задать вопрос, наверное, еще знаешь, про то, как ты для себя формулируешь. Я помню, что когда я смотрел одно из твоих видео, я даже бизнес-ассистенту своему записал, я говорю, слушай, мне кажется, мы неправильно решаем вопрос. Мы с тобой последние три дня сидим и описываем, что нам не нравится, и от чего мы хотим избавиться в этом проекте, кого мы хотим, извиняюсь, уволить, что мы хотим закрыть и так далее. Я говорю, давай поймем стратегически, для чего вообще нам этот проект был нужен, зачем мы его создавали, какие цели мы хотели закрыть, какие задачи мы хотели решить, и поймем, как все-таки это сделать. И если мы не найдем решение, вот тогда мы уже как бы просто закроем это и так далее. И я себя поймал на мысли, что когда происходит какая-то проблема, там, бизнесовая или еще что-то, первая реакция моего организма и моего мозга, сука, избавиться скорее от этого. Вот. А когда я начинаю думать, так, погоди, зачем я вообще этим начал заниматься? А, вот за этим хотел. Так, а почему, что случилось, почему меня повело куда-то не туда? А, тут я вот там на кого-то посмотрел, сделал так же. Окей, давайте просто откатим и попробуем еще раз. И хоп, и у тебя мозг начинает работать постепенно, постепенно, постепенно. Но! К чему я клоню? Это все равно у меня не доходит до автоматизма. Я все равно возвращаюсь на те же самые рельсы, на те же самые грабли. И возвращают меня в струю только вот подкасты с тобой, когда я такой думаю, надо пересмотреть. А, ёб твою мать, я забыл об этом. И вот тогда я возвращаюсь на какой-то опять неопределенный срок. И потом снова туда скатываюсь. Как довести до автоматизма, чтобы это была как аксиома, которая у меня, как знаешь, каждый раз, когда происходит проблема, решение, проблема, решение. Да. Вот, кстати, ценное наблюдение. Сейчас вот эту мою историю раскроем тоже. Что то, что мы в первую очередь обращаем внимание на то, что нам не нравится, это на периоде нашего развития вида позволяло и позволяет нам не помереть просто-напросто. Ну да. То есть если мы видим 100 попыток, из которых 99 идеальные, а одна плохая, ну что ты вот здесь плохо сделал? То есть фокус внимания на это одно. А 99 хороших игнорируется. Это позволяет мне помереть. А уделять внимание, как бы я хотел, чтобы было, и что для меня является важным, это позволяет жить хорошо в данном случае. А это уже такое новообразование совершенно недавно. Ведь если представить, даже вот царство животных, да, за скобками человека, да даже человека взять, когда мы позволили себе роскошь не думать о том, как выжить, у нас есть возможность сейчас знать, заказать доставку еду, еды. Мы находимся в тёплом помещении, у нас есть санузел, горячая вода, его величество, электричество. А, конечно, старая рептилия, она находится в страхе, в панике и обращает внимание на что-то негативное. Ребёнок показывает тетрадку с домашним заданием, написанной идеально в дневнике девять пятёрок и одна тройка. Всё, внимание этой тройки или четвёрки. Как ты мог? Что это такое? Это первое. То есть получается довести до автоматизма, обращать внимание только на хорошее. Это значит отсечь миллиарды лет нашей эволюции, вы уж извините. Не самая простая задача, хочу тебе сказать, да? Это как раз такие, знаешь, животные инстинкты определённого раза. Конечно, да-да, совокупность, да, безусловных рефлексов, условных направленных на выживание вида. И первое. Второе. Ты автоматически зубы чистишь, душ принимаешь. Ну как? Ты же прикладываешь усилие, так пойду-ка, я зубы почищу. Поставил и зубы почистил. Да, это не является подвигом, с кем предположить. Так как я это делаю дважды в день, то это не является проблемой. Не является подвигом. Но ты прикладываешь небольшое на усилие, чтобы это сделать. Ну да, когда я уже лежу в кровати, я уже почти сплю, так как, блин, зубы не почистил. Да, прикладываешь усилие. Я вот бреюсь, у меня электро... Раньше станком брился, он постоянно оставлял ранки, видимо, не моя тема, потом на электробритву перешёл. Я говорю, блин, ладно, надо, а то мои... мои торжественные волосы дают о себе знать. Я их это сбриваю, прикладываю усилия. Я в зал хожу, у меня прекрасный тренер, с которым я занимаюсь, зал недалеко от дома. Но я такой, не, надо сходить в зал, прикладываю усилия. Понимаете, надежда на то, что что-то будет происходить автоматически и само, это создавать условия, что это никогда не будет происходить автоматически и само. Во-первых, расслабиться, а во-вторых, это нормально, что небольшое усилие нужно приложить. Нормально это всё. И вот здесь, а как бы я хотел, чтобы было? А что для нас является важным? Должна быть такая некая методология, то есть программа, используем мы которую для решения жизненных задач. Любая проблема, разложенная на максимальное количество компонентов, перестаёт проблемой быть. Первый шаг. Второй. А как бы мы хотели, чтобы было? Почему для нас является важным? Как мы можем к этому прийти? Какой будет в этом направлении первый шаг? Вот договориться со своими дорогими коллегами, что с чем бы мы ни столкнулись, мы как минимум вот об этом думаем. Хотя бы, например, из трёх человек тут один об этом вспомнит уже хорошо. Ритуализировать, а привычить такого рода шаги. Как бы мы хотели, чтобы было? В продолжение темы про эволюцию, мне товарищ не так давно сказал один пример. Я ему говорю, слушай, у меня вечные, извечные переживания на тему денег. У меня всегда есть ощущение, что я могу всё потерять, я могу вот, ну, ты понимаешь, короче, то есть вот этот страх, знаешь, такой. Он говорит, слушай, Саня, вот я тебе просто один пример приведу, простой. Любое живое существо, которое живёт в этом мире, оно либо, если этот человек зарабатывает деньги на то, чтобы купить себе еду, либо оно находит способ, как добыть себе еду, либо этого существа нет. Он говорит, вот как ты думаешь, среди всех живых существ, как бы, ты то существо, которое не сможет найти себе еду. И меня в эти моменты так подотпускает, знаешь, а потом всё равно возвращается вот этот вот животный инстинкт о том, что страх кончится, бежать, 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 бежать. И это такая, конечно, я для себя сделал вывод, что как раз переход от эмоций и животных инстинктов к осознанному принятию решений и вот взять контроль над своими эмоциями, это и есть развитие. То есть я долго не мог для себя определить, что есть развитие. Все говорят, развиваетесь, 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 развиваетесь. И что это такое значит? Вот для меня, это и мое персональное, для кого-то может быть что-то другое, но я для себя понял, что вот взять контроль над этими эмоциями, инстинктами и поставить мой разум, цели, какие-то ценности выше них и в большей степени принимать решения, да, хотя бы в большем количестве принимать решения в пользу этого, вот это для меня развитие. Чем больше процент решений принимается вот так, а не так, вот тем, значит, больше я прогрессирую. Вот я таким образом для себя описал, мне эта идея как бы помогает, по крайней мере, знаешь, по жизни. Да, созвучно, разреши, буду брать с тебя пример, так как думать долгосрочно и действовать точно. Да, еще один пример про предпринимателей и про их, так сказать, дилеммы и проблемы. У меня была раньше такая история, я помню прям очень четко, когда мне надоедает чем-то заниматься, у меня нету идеи про то, чтобы передать это, ну, сейчас уже есть, но я прям воспитывал себя и все равно не до идеала довел. У меня не было идеи о том, что я могу выйти на новый уровень. Ну, например, я занимаюсь бизнесом, и я, там, занимаюсь 5-6-7 лет, устаю и думаю, надо продать компанию. Или надо как-то реорганизовать ее, чтобы я не принимал в ней участие и так далее. Знаешь, какая у меня мысль просыпается? Мне надо откатиться в ноль, чтобы я сделал что-то новое. И я автоматически своими собственными руками разрушал то, что я построил, и у меня была идея, не поверишь, я прям говорил жене, типа, я ныл, вот я говорил, мне это не нравится, она говорит, займись чем-то новым, еб твою мать, что ты, я говорю, я не могу, у меня там, я туда трачу все время, все силы. Вот если это развалится, вот тогда да. И в итоге я несколько раз в своей жизни доводил себя до той ситуации, когда я сам своими собственными руками разрушал. Еще один пример. У меня есть знакомый человек, который построил за свою жизнь несколько миллиардных компаний. И каждый раз, когда компания выходила на выручку миллиард рублей за год, у него автоматически отпадал интерес. Просто на автомате. Все, нет интереса, следующий. Но он ни разу не превзошел эту цифру. Он всегда, его планка всегда одна и та же. И потом пропадает интерес. Почему это, на тот взгляд, происходит таким образом? Во-первых, это же здорово. Какой редкой удивительной способностью обладает человек, чтобы преодолевать такие серьезные вызовы, препятствия, двигаться дальше и строить еще. Ну, мне это, конечно, здорово, но хочется не откатываться как бы и стоять, а надстройки делать и расти, расти, расти. Да, а что если и сильной стороной этого человека и заключается строить города, доводить их до определенного уровня развития и отправляться потом строить другие города? Вот касательно, это как точка зрения, знаешь, как, а что если то, что на первый взгляд кажется проблемой, наоборот, является нашим преимуществом и сильной стороной? И также здесь удивительной способностью обладает человек. Тут построил крепкий город, оставил его, тут пошел, построил, следующий город оставил. А может быть, есть те, у которых есть удивительная способность взять уже построенный город и развивать его дальше. Вот я, например, прекрасно понимаю, что есть то, в чем я прекрасен, а есть те компетенции, которые я выбираю в себе не развивать. Потому что есть то, чем мне заниматься нравится, что я делать умею. Ну, речь, систематизация данных, педагогическая деятельность. А есть то, например, в чем я выбираю не развиваться, даже вот в направлении написания книг. Это процесс превращения уже уроков, над которыми я работаю, в текстовой формат. Я это не сам делаю. И также здесь, и я не считаю это своим недостатком. Это такой маленький мой пример. И также здесь, а что если наоборот, вот в этом случае воспринимать это удивительной способностью, а вот эта история довести до нуля, это может быть и вопрос убеждений. Я сейчас объясню. Мы же в каждый момент времени используем абсолютно все, что приобрели в жизни. Вот даже касательно речи моей, в ней есть эхо игры на барабанах. Когда я занимаюсь метрономом, выполняю ритмические рисунки на координацию и независимость конечностей друг между другом, руки и ноги, я уже не играю на барабанах. Но этот прекрасный опыт, примерно продолжавшийся 6 лет, у меня есть видео на ютубе с моим коллективом, с клипами даже нашими, с выступлений на концертах, решил показать, поделиться. Ну вот я занимался 6 лет на бариках, и я стал играть в метроном. Мои навыки даже позволяли мне на свадьбах зарабатывать деньги. Я помню, играя каверы с хорошими, крепкими музыкантами. Я когда прекратил ими заниматься, я не посчитал, что это время ушло напрасно. Абсолютно все. Мой опыт работы по интернет-маркетингу, по поисковому продвижению сайтов, я же совершенно этим сейчас не занимаюсь, но тот опыт, который я приобрел тогда, он продолжает развиваться и актуализироваться далее. И так же с твоей деятельностью. Двигаться дальше, без необходимости прошлое превращать в ноль. А лучшее взять и двигаться дальше, оставив этот город твоим активом существовать. Как на это смотришь? Я смотрю прекрасно. Только вопрос, как выявить, наверное, это получается тоже вопрос убеждений, опыт, который превратился в твое внутреннее убеждение. И теперь, соответственно, ты должен как-то это убеждение трансформировать. И отсюда возникает два вопроса. Первое, как такие убеждения в себе отслеживать, потому что я это отследил только, когда это уже циклично начало происходить. Я такой, так, кажется, здесь какая-то нездоровая история. И, соответственно, второе, когда у меня есть вещи, которые устоялись годами. То есть у меня, знаешь, у меня это же какой опыт, который я прошел. Я точно знаю, что я могу взять с нуля и сделать. И довести до определенного результата. И вот это вот то, что я точно умею. И когда я это делаю, у меня такое подтверждение. Я разрушил, я в яме, я в депрессе, а потом бац, и я сделал. И я снова звезда. Как бы, да, сам для себя. Но для того, чтобы двигаться дальше, мне нужно выйти из этого состояния. И вот, собственно, опять же, возвращаю к вопросу. Как это отслеживать и как это видоизменять? Как это превратить в опору, от которой можно дальше как бы оттолкнуться? Ты сказал выше, что ты это заметил, когда это начало происходить циклично, правильно? Да. А когда это и происходило в первый раз, это сопровождалось негативными эмоциями? Нет, это таким, наоборот, предвкушением приятным сопровождалось. Потому что казалось, что это и есть тот правильный путь, как и нужно действовать. Да, негативные эмоции стали приходить на третий раз. Ну да, типа того, да. Это к тому, что важным критерием является то, о чем нам сообщает наше тело. Бывает зачастую, вот товарищ рассказывает, работает с командой дизайнеров, как бы все в порядке, но вот что-то не нравится, вот не замечает. И инициировать разговор о внесении правок вызывает дискомфорт. И вот постоянно крючки пробрасываются, что запрещающее ему делать известной его точку зрения. Мыслями сформулировать не может, а телесно это чувствует. И поэтому, как первый критерий, признак — это телесные реакции. И даже такое выражение в тему. Чем большую неловкость я испытываю перед отказом, тем скорее нет сказать мне нужно. Это как признак того, что петля на шее сдавливается. Если в первых двух разах только позитивные эмоции были, только на третьем были негативные, то получается вот голос тела уже бы подсказал, что к чему. Что на что-то следует обратить внимание. Это доверять эмоциям. Второе. И еще важный момент. А как бы, знаете, вот зачастую человек не уделяет времени пониманию того, а как бы он хотел, чтобы разворачивалась его жизнь. Ты все к этому уводишь. Я заметил, что у тебя, по сути, любой вопрос, он сводится к тому, к пониманию себя и того, как бы я хотел, чтобы выглядел моя жизнь. Да, что из себя представляют желаемые образы жизни. Вот тоже процитирую сейчас популяреннейшую книгу, особенно наверняка среди зрителей канала, что неважно, как высоко вы забрались по лестнице, вопрос лишь в том, приставлена ли она к той стене. Стивенкове, навыки высокоэффективных людей. И вот так же и здесь. Этой стеной является в данном случае. Это не ниша в деятельности. Нет-нет-нет. Это то, как бы вы хотели жить. Вот я, например, я считаю, я как бы всегда был местным умником. Местный умник или местный мудрец, это можно назвать. Даже помню, когда мы с товарищами... Сейчас уже глобальный. Не местный сейчас уже. Всегда местный вопрос лишь в том, в каком масштабе. Какая местность, да? Маленькое племя, поселок городского типа. Или мегаполис, да. Я всегда любил делиться, о чём-то говорить. Даже когда мы с ребятами с репетиционного зала выходили, я там за жизнь затирал, в общем, и любил там тосты, в общем, говорить и прочее. С притчей что-нибудь такое полирнуть. И вот как бы я хотел, чтобы было. Я просыпаюсь спокойно в ожидании предстоящего дня. Спокойно прихожу в свой кабинет. Что-то записываю, делаю уроки, выступаю перед аудиторией. Иногда у меня публичные выступления на большую аудиторию. Я иногда пишу книги. Мне всегда хотелось заниматься интеллектуальной деятельностью с точки зрения вот этого мудрствования, так сказать. Ещё, хотя у меня за плечами большой опыт и физической работы, и официантом, и промоутером, и на птицефабрике Синявинской. Даже помню лютовал, у меня оттуда химический ожог остался, в общем, воспоминания. Ну так вот, это был прекрасный опыт, что не поднимать тяжелее ручки, заниматься любимым делом, интеллектуальным и творческим. И я прямо с детства выращиваю эту мысль. И сейчас, записывая с тобой этот выпуск, здесь, в этом прекрасном городе, у меня два любимых города в России. Ну, Россия – любимая страна, потому что я тот ещё турист. Я просто очень домосед. Я очень домосед до мозга костей. Вообще. Санкт-Петербург и Москва. Я считаю, вообще, это лучшие места в мире. Ну так вот, я к чему? Ну, что я в Санкт-Петербурге или в Москве спокойно занимаюсь любимым делом, записываю уроки. Меня окружают любимые, дорогие мне люди, люди, для которых я могу быть полезным. То есть, вот это понимание желаемого будущего, и оно пусть будет сформулировано в первом лице в настоящем времени. Следующее упражнение может быть полезно. Прямо сформулировать. Я просыпаюсь в такое-то время, вот это чувствую, об этом думаю, вот это вспоминаю, вот это вижу, вот это слышу. Да, какие люди вас окружают. С точки зрения вашей личной жизни, профессиональной деятельности, с точки зрения вашего капитала, тоже это важный момент надо отразить. Вы можете не знать в деталях. Я, кстати, вот не знал, чем я конкретно буду заниматься с точки зрения этого мудрства, ванья. А потом я стал открывать для себя Эрика Берна, Милтона, Эриксона, выдающиеся ученые, которых я зачастую изучаю и цитирую во многом, на базе которых я и строю свое понимание, как обстоят дела. Оно не является там аксиомой, как лишь совокупный с точек зрения. Вот это понимание желаемого образа жизни является самым главным. Уже вокруг этого, если есть это желаемый образ жизни, какие ценности для вас важны? Вот сегодня прозвучала ответственность как ценность, смирение, здоровье, сегодня у нас звучала забота о нем, контроль над эмоциями, внимание к слову. Каждым моим действиям я свои ценности разрушаю или укрепляю. И вот когда это все сонаправлено между собой, у человека есть понимание желаемого образа жизни, ценности его вдохновляющие, и каждым своим действием он приближается к этому или отдаляется от этого, то тогда история, связанная с цикличностью и со строительством городов, это все становится тем, что укомплектовывается в эту генеральную линию и наполняет. А что, если это будет так? — Итого хочу сделать вывод по поводу того, как эти убеждения условно отыскивать и каким образом их видоизменять. Тут вопрос не механики поиска убеждения, а создания вот этой вот картинки. То есть у тебя твоя картина мира формируется из комплекса твоих убеждений на текущий момент жизни. Соответственно, а то, к чему ты хочешь прийти, оно сформирует новую картинку убеждений, да, комплекс вот этих вот. И, соответственно, понимая то, куда ты хочешь прийти, ты поймешь, какими принципами ты должен руководствоваться, и это и станет твоей, то, что ты называешь, генеральной линией, да. То, через призму чего ты будешь пропускать все свои решения, идеи, действия и так далее. Правильно ли я тебя понял? Да. То есть если муха бьется об стекло, у нее задача не продолжать биться об стекло и думать, почему я бьюсь об стекло, а хотя бы представить на мгновение, а что это за прекрасный сад, или в ее случае, там, может быть, у нее же свои вкусовые предпочтения, где бы она хотела летать. И еще важный момент. Тут германифтический круг никто не отметил. Мы познаем общее через частное, частное через общее. То есть ты, второй раз прочитавший ту же самую книгу, видишь там иное, потому что ты уже не тот, каким ты был, ее читавший впервые. Да. Вот это германифтический круг. И также вот это понимание желаемого образа жизни. Можно, например, один раз в месяц уделять один час времени, чтобы для себя самого его сформулировать, и вы заметите, что от месяца к месяцу у вас будут формулировки точнее и в большей степени с вами созвучными. Человек по умолчанию, вскрытая консервная банка, в которую идет содержимое из каждого утюга, которые обучают его тому, что он должен хотеть. Такую-то машину, такую-то одежку, такую-то вот это, какие-то фотки в социальных сетях. То есть в него загружают его систему желаний. А тут есть, и сначала они будут звучать, сначала там будут то, чем человек пропитан. А потом плавно уже может быть там редакция одиннадцатая, двенадцатая, он уже подумает, надо же, я начинаю конструировать свою индивидуальную программу жизни. А их три. То есть биологическая, социальная, индивидуальная. Биологическая, там родить детей до двадцати пяти, а потом требовать внуков. Социальная, это тачка должна быть дороже, как правило. Ну, первая и вторая, как правило, безиндивидуальная. Какая у вас миссия, смысл в вашей жизни, какой вклад. Они неизбежны, как ступени роста, но они могут привести к печали потом, что чего-то не хватает. А так и биологическая нужна. А ощущение от того, что ты куда-то продвинулся, нет. И социальная нужна, и индивидуальная. Какой смысл строить. Здесь, кстати, тоже упражнение в тему. Можно, знаете, как неоконченные предложения заполнить. Вот вы, такой-то человек, занимаетесь такой-то деятельностью для таких-то людей. Помогаете им решать такую-то проблему. Даете им такое-то преимущество. Это возможно благодаря такой-то вашей суперсиле. Среди выполненных работ у вас в портфолио такие-то. Вас вдохновляет вот это-то. И вот так-то вы меняете жизнь к лучшему, например. И вот регулярно 9 вот этих пунктов переменных, посвящая время, на них отвечая. Человек начинает понимать, что вот конструировать свой смысл изнутри. А вот вопрос о смысле жизни — это не то, что я у жизни спрашиваю. А мне жизнь постоянно спрашивает, какой у тебя смысл. И вот так же здесь желаем образ жизни сначала, потом плавно какую ценность создаю, вокруг каких конструирую свою жизнь. И тогда в это все вписывается история с убеждениями, позитивными, соответствующими. Но важный момент — не требовать от себя сразу идеальной редакции с первого раза. Это процесс. Не могу не спросить. Вот смотри, из твоей истории я слышу, что ты с раннего детства хотел вот такую деятельность. Ну, схожую деятельность. И творческая, да, и где ты можешь проявляться, и где ты можешь говорить, где ты можешь обучать и так далее, и так далее, и так далее. Вот одна из причин, почему я там пару лет назад начал делать этот подкаст, потому что у меня появилось много экзистциальных вопросов, которые я решил задавать не только себе, а спрашивать у других людей, что они думают по этому поводу. И, собственно, благодаря этому это вылилось, да, из вот этого живого интереса. Но я вот сейчас параллельно провожу, параллельно с собой, пытаюсь представить. Да, я занимаюсь этим, я занимаюсь рефлексией, я думаю много об этом. Но я чувствую, что у меня пока что нет однозначного ответа. То есть я могу от месяца к месяцу подвергать сомнению то, что я написал в прошлом месяце. И у меня вот этот жизненный вектор, он пока что не, я не могу сказать, вот так-то, 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 четко, да, и я пока что в поиске нахожусь. Но к чему мой вопрос? Одна из причин, почему я начал заниматься коммерческой деятельностью в, там, еще в юном возрасте, потому что я просто денег хотел заработать. И я никогда не задавался вопросом, кому, что я хочу помочь, как и так далее. Это начало, эти вопросы, они начали проходить, как бы, чуть-чуть позже. И очень часто бывает такое, я точно знаю, что предприниматели, они хотят, они из бедных семей, например, да, они хотели дорваться, они хотели денег, и они дорвались. А потом они задают вопрос, а вот что я хочу на самом деле? Они задают себе этот вопрос, а там пустота, вообще ничего, тишина. И это вызывает не очень правильные эмоции, ты знаешь, ты думаешь, как бы, и что дальше-то вообще, да, и происходит зачастую как раз этот экзистенциальный кризис. Кстати, у предпринимателей он зачастую происходит раньше, чем у других людей, потому что они чуть раньше добиваются каких-то вещей, ну, они так, знаешь, быстрее делают, вот. И что делать человеку, у которого пустота, вот он задает себе вопрос, который ты только что, да, транслировать, а у него там пусто, и он не знает, каким образом искать. Вот, кстати, я даже отжал два своих пальца, у тебя в самом начале такие два важных смысла прозвучали, чтобы точно их прокомментировать, они крайне важны. Это нормально, что ты можешь не совсем быть согласным с тем, что ты написал год назад, потому что ты сейчас другой. Но сам процесс написания, он же с тобой созвучен. То есть здесь само содержание может быть вторичным. Я, например, в отношении там своих материалов могу открыть то, что я сделал два года назад, и понимаю, ну, я бы сейчас что-то там поменял. То, что я говорил там, рубил с плеча, я уже сейчас мягче стал. И это абсолютно нормально, мы меняемся. Человек, даже камень вода, которая течет, человек тем более течет, будучи брызгами, в данном случае здесь. Но сам процесс написания, вот что является ключевым. То есть формы ключевые, а содержание, оно неизбежно будет наполнять эти формы, оно уже вторично. Далее. А наш друг, который, чего я это хочу? Особенно, кстати, этот момент наступает, когда человек раньше хотел, но не мог себе этого позволить. А сейчас он может себе это позволить, но уже и не хочет. Ты просто в точку сейчас бьешь. Так оно и есть, когда тебе 16, 17, 18, ты горишь идеями, но ты не можешь себе ничего из этого позволить. А потом, проходит 10 лет, ты все это можешь позволить, но тебя ничего из этого уже не интересует. Это прямо зарисовка в тему. Человек смог себе купить очень мощный игровой компьютер, а ни во что играть не хочется. Так и есть. Хотя оно 10 назад слюни текли. Абсолютно верно. Установить квейк-3 арена. Ну так вот, и так же здесь. Это абсолютно нормально в данном случае. Просто можно чуть почаще поразмышлять, а как бы я хотел, чтобы было, и поэкспериментировать, посмотреть. А вообще такое наполнение жизнью дает смысл и понимание моего участия. Под моего я использую местоимение первого лица. Я имею в виду отдельно взятого человека. Здесь не то, что я такой там. А понимание отдельно взятым человеком того участия, которое он принимает в жизни других людей. У меня товарищ близкий есть, Станислав. Станислав, большой привет. Ну так вот, у него такая зарисовка была. Он говорил, что человек не умер или там погиб. Он говорит, что его инопланетяне украли. И вот мне это так запомнилось. Мы в кабинете длительное время сидели, работали вместе. У него такая юморезка. Мы все инопланетяне украдут. Вот таким голосом. И также здесь, знаете, я вот регулярно об этом думаю. Если меня инопланетяне украдут прямо сейчас. И вот у меня есть последнее мгновение. Я спокойно уйду. Я делал лучшее, на что был способен в течение отведенного мне срока и времени. Когда я говорю про отведенный мне срок и время, так предполагается, что есть какая-то сила, которая отводит людям срок и время. Мы все-таки с вами находимся в измерении причинно-обоснованном. Можно детерминировать. Это волшебник Альберто иногда включается. Это лишь метафора красивая к слову. Ну так вот. Сделал ли я все, на что я способен? Действительно ли я доволен этим пройденным путем? Вот в радости и в удовольствии я каждым своим уроком про ответственность, про тренировку желаемого состояния, про понимание, как бы вы хотели, чтобы было, про внимание к манипулятивному воздействию, про то, как разрешить себе делать известными свои чувства и желания и просить. Я скажу инопланетянам, я готов, все в порядке. И вот это и есть то, что может принести дополнительный смысл. А если человек подумает, нет, вот не все, тогда можно подумать, а какие вот есть незавершенные дела, которые заставляют вас отрицательно ответить на этот вопрос, и что в направлении их выбираете вы делать. Ну вот этому деньги в долг надо отдать. Перед этим извиниться необходимо. Тут надо родителей навестить. Тут надо тете позвонить с днем рождения поздравить. Тут надо вот этих поддержать. Были обещания какие-то. И вот делать. Работа над незавершенными делами, и вот раз эту экзистенциальную тему подняли, вот метафоры с инопланетянами, это может быть очень большим источником силы. Как мне в свое время, я не помню откуда это, но я помню, что меня так, знаешь, немножко отрезвило и помогло, и даже как-то я периодически стал использовать эту историю. Есть такая техника, когда представьте, что вы умерли, и есть три категории людей, которые будут говорить на ваших похоронах, что бы вы хотели, что бы они про вас сказали. Это ваша семья, ваши друзья и ваши коллеги. И вот каждый из них, что бы вы хотели, что бы они про вас сказали. И эта вот история, ты начинаешь, жутковатая такая история на самом деле, но тем не менее, если ты просто так задумаешься, а что бы я вот действительно хотел, что бы про меня сказали. Я не знаю, там жена, дети, друзья, те, кто со мной работают. И вот это вот очень интересная такая, знаешь, он там самым ярким там каким-то... Нет, это вообще все не имеет смысла, и ты начинаешь думать про какие-то более глубинные смыслы, которые в действительности тебя наполняют. Опять же, сложно это удерживать в голове, потому что ты потом попадаешь в реальность, ты попадаешь в свои бытовые проблемы, и все это укатывается. Ну, наверное, как такая, как техника, ну, мне, по крайней мере, в свое время помогла, иногда так вспоминаю, особенно, как летишь, самолет тряханет конкретно, и такой, так, что бы я хочу, чтобы про меня сказали. И сразу приходишь в чувство, и появляется какой-то смысл. Да, может вдохновить на новые свершения и поменять отношение мухи к этому стеклу и дать ей возможность немножко отлететь назад, если вот к той метафоре вернуться. Да, подводя итог предпринимательского блока, на самом деле, я хотел позадавать, знаешь, какие-то вопросы еще другие, но я вот чувствую, что это такая завершенная тема, потому что мне ключевая идея, которую я не хочу размыть, что идея как раз про понимание того, куда ты хочешь прийти, и как ты хочешь, чтобы выглядела твоя жизнь. И именно исходя из этого уже строится все остальное, и те решения, которые ты принимаешь, бизнесы, которые ты запускаешь и так далее. Да, и обязательно в динамике, не в статике. Да, безусловно. Потому что может мысль возникнуть такая, я не знаю, я не знаю. Позвольте себе роскошь даже написать, я не знаю, хотя бы представить. То есть это процесс в первую очередь, а капля долбит не только камень своим постоянством, поэтому это процесс. По поводу я не знаю, даже интересная история, я вот сейчас уже вообще не с тобой, начинаю подлавливать такие моменты, что пишешь я не знаю, и ты такой, так, а как узнать? Что я должен сделать, чтобы узнать? Что я должен сделать, чтобы найти? А пишешь ничего не хочу, точка. Вот и все, как бы, да, то есть у тебя другая реакция совсем возникает. Супер, здесь зафиксировали. Хочу про манипуляции хотя бы углубиться в эту тему немного, потому что манипуляции, они повсюду, они и в работе, они и в жизни. И раз уж мы так давай плавно перетечем из темы коммерсанта бизнесовой, очень часто бывают такие моменты, что люди, с которыми ты работаешь, то есть твои партнеры в первую очередь, что вы становитесь друзьями как-никак, потому что вы проводите очень много времени вместе, принимаете совместные решения, ходите вместе в баню и так далее. И в тот момент, когда всплывают рабочие вопросы, и тебе нужно, хочешь ты этого, не хочешь, а выжить максимум из того, что ты получаешь, хочешь получить, да, где-то прогнуть партнеров по условиям, где-то как-то сделать так, чтобы тебе было удобнее. Давайте откроем офис здесь, а не здесь. Каким образом это делать, когда вы вроде как друзья, и ты не хочешь обидеть человека, ты хочешь все так же ходить с ним по вечерам, ой, не знаю, в ресторан или курить кальян, но при этом ты хочешь отстаивать свою позицию и получать максимум выгоды, и не чувствовать потом себя виноватым. С точки зрения, например, речевого приема, разреши, у нас же подкаст, мы вместе размышляем. Мне как-то позвонил, это тоже в тему, я буду историями отвечать на вопрос. Мне как-то позвонил папа моего близкого друга, значит, Андрей Вячеславович, большой вам привет. Недавно совершенно, ну, примерно там два года назад, это недавно, в общем. Альберт, я же помню, что ты сайтами занимаешься, я сайтами не занимаюсь уже шесть лет, я помню, ты сайтами занимаешься, здесь мне нужно сайт, в общем, сделать, подскажешь, что, куда и кому. Есть некое очарование, потому что это папа моего близкого товарища, который видел, как вы росли. Да, не отказать. И вот здесь соломенное чучело активируется, будто с ним сейчас разговаривает не Альберт сейчас, а Альберт тот, которому сложно отказать. Как и здесь, мы же с товарищами вместе там в баню ходим, в шутки шутим, а тут бизнесовые дела. И вот здесь тоже есть искушение согласиться, помочь. А я прекрасно понимаю, что если я сейчас впрягаюсь в эту тему, я нанесу вред и Вячеславовичу, и себе тоже. Тоже важный момент. Я говорю, Андрей Вячеславович, спасибо, что мне позвонили. Смотрите, я сейчас разрешите отвечу вам не как товарища вашего сына, а как Альберт, который сейчас специалист, вот в этом, и имеет опыт вот в этом. И вот эта фраза мне тогда очень, она так родилась, помогла, это может быть как упражнение даже, что также здесь, Егор, разрешим мы с тобой обсудим дела не как кореша и товарищи, а как бизнес-партнеры. Здесь есть важные дела. И вот здесь можно разметить эти роли и провести между ними хотя бы чуть еле видимую, но границу. Что есть взаимодействие, когда мы, например, там веселимся, можем за воротник закинуть, шутки пошутить, посмеяться, там полугарать на какие-то темы и поязвить, в общем. А есть моменты, когда мы в воротничках решаем вопросы с уважением к себе, к другим и прочее. Поэтому, Егор, вот есть важный момент, который я хочу с тобой обсудить не как мы с тобой друзья, а именно как бизнес-партнеры. Давай это вместе обсудим, посмотрим, какие у каждого из вариантов есть недостатки и преимущества, и вместе примем наилучшее решение. Что думаешь по этому поводу? А если, давай, чуть-чуть другой пример, смотри. Вот представь, что ситуация, ну вот реально, такое часто бывает, партнеры запускают проект вместе какой-то и договариваются там по долям условно. Вы взвесили объективные какие-то там, да. И, естественно, каждый, то есть бывают ситуации, когда вы такие пам-пам-пам, все договорились, а бывает, когда партнеров, допустим, много, трения начинаются и так далее. И как бы там нет объективного, то есть ты не можешь математически это оценить, да. А здесь есть вопрос ощущений каких-то таких, что вот я хочу больше, и ты хочешь больше. И тут побеждает как будто бы тот, кто духом сильнее и там энергетикой, да, один другого задавливает. А потом у тебя такое ощущение, ты вроде бы, ты сделал то, что ты должен был сделать. Ты не сделал ничего несправедливого, да, не как бы в его глазах, конечно, это несправедливо, но в твоей картине мира это абсолютно справедливо. И потом тебя гнетет такое чувство того, что ты виноват. Хотя в реальности ты не виноват, ты просто оказался чуть сильнее в данном конкретном случае, это бизнес. И вот почему происходит, во-первых, вот этот стыд, а во-вторых, есть ли какие-то инструменты, как быть гармонично, чтобы, ну, чтобы не чувствовать себя так. Так, вот, значит, стыд в данном случае может быть естественной реакцией, если, например, и там чувство вины, я сделал по отношению к другому то, что я бы не хотел, чтобы сделал другое по отношению ко мне. Это как видосохраняющая функция. И далее здорово, как ты отметил, что человек даже своей силой и харизмой продавил другого, но является ли это победой? Правда, абсолютно в долгосрочной перспективе. Поэтому обязательно должны быть такие ритуалы, я слово ритуал использую, в общем, времяпрепровождение должны быть. Когда мы обсуждаем нашу работу не в, а надо, давай вместе обсудим итоги проделанной работы, какие задачи мы можем поставить на будущий период, и есть ли у каждого из нас пожелание, что бы мы хотели привнести во в наше взаимодействие и убрать. Далее на старте взаимодействие является крайне важным синхронизироваться по целям и путям их достижения, а также по тому, какие у нас правила, что для нас приемлемо, что нет. И важно согласовать, что если есть какие-то моменты, о которых мне неловко сказать, я нахожу в себе силы об этом говорить, потому что мы вместе как супруги одну упряжу тащим, и важно тут быть прозрачными, чистыми, честными друг перед другом. В противном случае есть вероятность, что оба в пропасть скатятся. Поэтому на старте синхронизироваться по целям и способам их достижения, по ценностям и правилам, что у нас принято и что нет в коллективе, где обязательно проговорить моменты важности превращения подразумеваемых договоренностей в выраженные, выполнение соглашений, которые мы на себя берем, находить в себе силы перезаключить договоренности, если нет возможности их невыполнения, в случае неловкости находить в себе силы обсуждать эти моменты, а не позволять им озлокачествляться временем, иначе есть риск, что начнут ржаветь и наносить вред всем. И, например, каждый месяц устраивать такие встречи, когда у нас есть возможность поделиться итогами проделанной работы, планами на будущий период и обратную связь дать себе касательно того, что, получив этот опыт, мы выбираем из работы деятельности убрать и что добавить. Как правило, общение растворяет любые металлы, даже вот тот металл той проблемы, о которой ты сказал, позволить роскошь людям говорить. А если говорить, они стесняются, то взять подушку, и пока один держит подушку, все остальные молчат. Говорить в общем. По поводу разговора, кстати, ну и вообще вот ты уже сказал, стыд, разговор и так далее, здесь такой своим опытом немного поделюсь, что в целом, да, разговор решился, а если ты видишь, что на дистанции это все равно как бы проблема, она фонит, 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 то зачастую бывает так, что вы играете в разные игры. То бишь вы вроде партнеры, вы вроде договорились, но ваши цели не едины, вы преследуете разные цели. И вот тогда нету как будто баланса, знаешь, тогда недоговоренности. То есть на моем веку, на моем опыте, сколько бы у меня не было партнерств, я замечал, что вот эти вот все трения, если вы играете в одну игру, и у вас реально одна цель, к которой вы идете, то это все очень быстро уходит, растворяется. Да, вы можете один день поругаться, подцапаться, потом вас объединяет эта цель, и вы уже работаете на нее. Но если вот эта вот игра в две разные, которые идут параллельно, вы думаете, вы даже говорите, что вы играете в одну, но на самом деле вы преследуете разные цели, то вот эта штука начинает фонить, и она никуда не уходит. И это, скорее всего, партнерство рано или поздно развалится, если вы их что-то в корне не поменяете. Точно. Я приглашаю вас не сражаться друг с другом, а вместе сражаться с тем, что мешает нам больше зарабатывать и наслаждаться жизнью. Ну да, но здесь нужно принять факт, что это не всегда удается. То есть это реально вот такое бывает, что если не удается создать одну игру, а вы играете в две параллельные, то это заведомо проигрышная стратегия, которая порождает не коллаборацию, объединение, а конкуренцию, разрушение в данном конкретном случае. Когда вы разрушаете друг друга, а не создаете что-то, не созидаете вместе. Да, здесь уже взвешивать вред и пользу от каждого своего шага. Ну да, тут безусловно. Раз уж ты упомянул семью, давай туда окунемся немного. И вот семья, и так как мы стыд, неудобство, что-то, дискомфорт. Очень часто бывает в семье, когда ты что-то хочешь сказать, ты чего-то хочешь, у тебя есть какие-то желания, какие-то запросы, потребности, не знаю, неважно. В том, как проводить время, в том, куда полететь, в том, как заниматься сексом и так далее. И ты боишься сказать, дабы не обидеть человека, потому что ты заботишься об этом человеке, и вроде бы ты ничего такого не хочешь, но у тебя есть вот эта внутренняя скованность, которая порождает проблему. Потому что ты не говоришь, а дальше, как ты сказал, она начинает обрастать, 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 и на дистанции как бы вылезает в проблему. Каким образом сделать так, чтобы то, что ты хочешь сказать, не вырастало в проблему, чтобы ты мог говорить то, что ты хочешь? И почему бывает сложно это сделать? Хотя, казалось бы, это самые близкие люди. Важный момент. То есть идет речь о нарушении коммуникативной функции семейной системы. Вот можно представить семейную систему как наш организм. И есть у нас система в нашем организме пищеварительная, дыхательная, выделительная. Ну так вот, и если какая-то из систем будет барахлить, что станет со всем организмом? Да, ничего хорошего. Поэтому здесь тоже история с нарушением коммуникативной функции, когда мы позволяем себе обсуждать даже неприятные на первый взгляд темы друг с другом, не опасаясь внешнего там осуждения. В случае нарушения коммуникативной функции семейной системы, она, конечно, рискует озлокачествляться. То есть со временем это будет делать все сложнее и сложнее. И поэтому здесь действительно чем... Во-первых, очень здорово, что участник это осознал, что есть такой момент, что я хочу о чем-то сказать, но вот не нахожу себе силу. Уже полпобеды, да? Полдела. Да, это действительно очень важный момент. И вот здесь, если мы вспомним начало нашего занятия, позволить себе роскошь сформулировать просьбу, но позволить роскошь другому сказать «мне нет», чтобы немного сбавить. Знаешь, есть один важный момент, который хочу с тобой обсудить. Будет тебе удобно? Если да, хорошо, если нет, так скажи, что все в порядке. Вот у меня есть такое пожелание. Можешь ли ты вот так делать перестать, а вот так делать начать? Скажу, созвучно это будет с тобой. И обязательно после этого. Я так рад, что мы это вместе обсудили. Давай в дальнейшем, если будут какие-то моменты, мы будем это вместе обсуждать. И опривычить то, что мы имеем возможность такое делать, семейный совет, и облялякивать вот такие темы. Потому что в противном случае пропасть будет увеличиваться между людьми. Поэтому коммуникативную функцию «воскрешать» — это есть момент, неловко сейчас его говорить, будет тебе удобно его обсудить, моя дорогая супруга или мой дорогой супруг. У меня есть такое вот пожелание. Будет ли удобно делать так? А там же сами просьбы могут быть вообще бытовыми мелочями. Да, это же просто банальные, казалось бы, вещи. И всегда откладываются, откладываются, откладываются. Кажутся чем-то большим. И обязательно после этого, я так рад, что мы это обсудили, давай в дальнейшем возьмем за правило друг с другом обсуждать даже какие-то моменты, о которых это неловко говорить. А есть ли у тебя по отношению ко мне такие моменты? Ой, здорово, что сейчас есть. Знаешь, когда вот это и вот это. Это касается вообще любых аспектов взаимодействия. Люди могут десятилетиями терпеть сухость, например, которая натирает, и не находить в себе силы, привнести какие-то детали. Ну так вот, да. Два тезиса, два пункта. Первый в начале истории из реальной жизни. Семь лет назад, когда мы с женой только познакомились, первый месяц мы полетели в Испанию, и мы были там в компании, в общем, и все там куда-то шли, там, в ресторан, я уже не помню конкретных деталей, но в том, что что-то там не складывалось, и жена моя расстроилась, то ли у нас не получилось пойти, то ли еще что-то, я говорю, а что ты расстроился? Она говорит, блин, мы только познакомились, я так переживала, что ты, типа, вот, расстроишься, что-нибудь. А я ей говорю, а я сам не хотел идти. И в итоге, то есть, понимаешь, да, сам факт, что она там расстроилась из-за того, что она переживала, что я расстроилась, а я сам не хотел идти. И то есть случился тот факт, что мы там это проговорили, но если бы нет, то это, по сути же, такое напряжение, которое создается. Интересно. Но я вот хочу уточняющий вопрос задать. Бывают такие моменты, когда ты хочешь сказать о чем-то, где ты не хочешь получить ответ «нет», где ты не, как бы, это может быть какая-то суперважная или суперпринципиальная вещь. То есть в своей позиции я разрешаю сказать мне «нет». А это на самом... Ну, в данном случае это «нет». Это такая микроуловка, чтобы самому говорящему стало легче сказать. То есть он, выпаивая в свою речь это разрешение другому сказать «мне нет». Манипуляция. Над самим собой, чтобы позволить себе роскошь не замалчивать, а вслух. Что, например, если нет, то все в порядке, то в таком случае я себе немножко развязываю руки и делаю себе полегче возможность сделать известной свою просьбу. Это может быть сначала на маленьких каких-то деталях. А если там что-то это, то действительно есть очень важный момент, давай это обсудим, насколько это с тобой созвучно. Прийти к решению. Знаешь, вот это вот «нет». Если нет, ты так и скажи. И ты ставишь уже человека в позицию такую не очень удобную, когда он не хочет сказать «нет», и ему неудобно. Манипуляция. Да, разрешить равно запретить. Да, да. И тем не менее она немножко позволяет не делать ни себя, ни другого соломенным чучелом. Это такая позитивная история. Да, согласен. Давай еще немножко про вот такие манипуляции. Наверное, классические. Это, кстати, классические. Это я опросы делал. Есть две позиции. Первая. Мужчина, раз уж мы предприниматели, и предприниматели говорим, да и не только, наверное, предприниматели. Работает 18 часов в день. И, естественно, времени на то, чтобы проводить там время с женщиной, с семьей, у него мало. И для него первым приоритетом является реализация, особенно до определенного возраста. Женщина, в свою очередь, хочет получать тепло, ласку, заботу, комплименты и так далее, и так далее. И ее главная претензия – ты не уделяешь мне внимания. И вот это вот, это такое, знаешь, системный процесс очень частый, это в целом закономерный. Есть ли в этом какая-то манипуляция? Вот здесь, в эту тему, как правило, то, что нам очень нравится в другом человеке, потом становится предметом конфликта. Нет, 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 как это мем, где на мотоцикле с сигаретой и так далее когда только познакомились. Потом, так, перестань курить, пересядь на машину и так далее. Ой, ты уже не тот, кого я полюбила. Да, и также здесь можно предположить, что этот молодой человек такой, властно-авторитетно-целеустремленный. Богатый. Да, обеспеченный и прочее, что так заводило на старте взаимоотношений. А потом… Это обратная сторона. А потом, да, вот это обратная сторона. Во-первых, уже само понимание этого уже может немножко сгладить. Действительно, а я же и полюбила этого человека за то, что сейчас меня раздражает. Что это вот такое происходит? Первое. И второй момент. Всё-таки я требую от себя необходимости в подкасте в том числе. Это делать известными приёмы с практической точки зрения, которые могут быть полезны. Для разрешения конфликтных ситуаций говорить другому не итог своих размышлений, а процесс своих размышлений. Ты знаешь, дорогой, я тут подумала вот это, почувствовала вот это и планирую вот это. А вот что ты думаешь по этому поводу? Не то, что ты, козёл, уделяешь мне мало времени. Или наоборот. Здесь повод абсолютно вторичен. Ситуация типовая. Здесь всё, что угодно может быть предметом. А то, что я вот пришла домой, вспомнила, как мы с тобой согласовали, что в 6 часов вечера собираемся вместе. Ну, допустим, да, вот он написал за 5 минут до этого, что будет в 9. Ну, вдруг и такое может быть. И вот я сейчас такая вся красивая в платьишке своём, смотрю в отражение зеркала и думаю, что мне бы и Кейт Уинстлетт позавидовала. И даже не знаю, что мне делать. Такой подскажи, как бы ты поступил на моём месте. И вот зачастую вот этот приём, можно назвать его манипуляцией, когда я думаю, и можно, и нельзя тоже. То есть посвящать человека не в итог своих решений, а в размышления, которые предшествуют этому решению, чтобы пригласить его на моё место. Может, он действительно подумает, да, можно сделать не в 18, а в 16 в день, и мне так будет хорошо, я буду больше отдыхать. А супруга тут подумает, да, всё-таки, ведь какой он молодец, нас защищает, обеспечивает, работает над благополучием и внешними границами семейной системы. Очень здорово. Это вот... То есть два момента. Да, 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 и знаешь, так, из того, что я слышу, можно назвать таки... Манипуляция, она так или иначе там и там, и какая-то есть, но есть вот то, что ведёт к токсичному разрешению вопроса, а есть к какому-то здравому, да, то есть немножко в другое русло, как будто разворачиваешь эту модель. Так или иначе, любой конфликт, это всё равно так, частично манипуляция, да, или не конфликт, вопрос сложный. А тут ты просто разворачиваешь в другое русло, по сути, находишь решение. И вот, кстати, к этой истории сейчас прям искрится вот у нас особенность общения в том, что в каждый момент времени пульсируют эпизоды разные из общения, где эти два товарища, они и друзья, и ещё бизнес-партнёры. Вот тот, который чувствует некую вину и стыд перед своим коллегой, он может посвящать коллегу не в итог решения, а в процесс. Знаешь, я тут вспомнил, как мы с тобой год назад обсуждали такие-то моменты, и потом пришли к таким-то выводам, а сейчас я думаю вот об этом, и это последние три недели меня вот гложет в течение дня. Давай-то вместе обсудим, какой у тебя взгляд на это, помнишь ли ты это, есть ли у тебя какие-то вопросы, или, может, я что-то домысливаю. Вот этот приём посвящать, вот если представить вот это как линию времени, где крышка — это решение, к которому человек пришёл, а это процесс, который этому решению предшествовал. Вовлекать моего дорогого собеседника не в крышку, а в процесс, что давай вместе это обсудим, да, вот здесь. Это может быть полезным. Это, по сути, как, знаешь, с командой, например. Если ты приходишь к сотруднику и говоришь, делай вот так, сделай так, то, скорее всего, он не поймёт и не сделает так качественно. Если ты ему продаёшь, да, ну, продаёшь хорошую идею того, зачем, почему это нужно ему, тебе, компании и всем в целом, то он с гораздо большим интересом и пониманием того, зачем его вообще работа нужна и почему она ценится и делает. Это и наоборот. Когда ты человеку говоришь, так, вот эти бумажки, ты их делай, и он вообще не понимает, на кого это влияет, на чью это жизнь влияет. Это только доставляет ему дискомфорт, у него нет вообще желания этим заниматься. Точно. Человек очень ценит те идеи, к которым он пришёл сам. Да. А теперь давай ещё вот другую манипуляцию, тоже интересную. Про внимание разобрали, я понял. Ситуации семейные часто вокруг денег крутятся, да, например, там, я не знаю, женщина говорит, дай мне больше денег, а мужчина говорит, давай вот, вот смотри, у нас, это семья, представим, семью, да, не только познакомились, где там эмоции, там вот это вот всё происходит, где как раз, я так понимаю, происходит нестыковка, потому что границы никто не соблюдает, никто своей не знает, потому что вот это романтика, все дела, все для всех, а потом реальность наступает. Девушка говорит, ты даёшь мне мало денег, а мужчина говорит, а давай я тебе вот, вот определим бюджет семейный, и ты, например, будешь вот, вот мы столько выделяем, например, семейный бюджет, и ты тратишь. Она говорит, нет, не хочу, ты меня не любишь, ты обо мне не заботишься, вот типа раз ты мне ставишь какие-то условия ограничения. Ваши действия. Видимо, они говорят о чём-то ещё в этот момент времени, но не только о деньгах. Вообще, такое явление, как деньги в семье, это о чём угодно зачастую, но не о деньгах. Это хорошая мысль. Это о признании, о любви, о заботе. То есть, это такое коммуникативное средство, которое говорит о многом ещё чём-то. Это во-вторых. И, во-первых, какой важный момент. Но ведь у этой пары же был добрачный период жизненного цикла семьи, например, где идёт задача это организовать социум вдвоём, научиться согласовывать, вводить договорённости, о чём-то разговаривать. Они же оказались вместе не из сферического коня в вакууме, у них есть за плечами опыт взаимодействия. То есть, судя по всему, мы сейчас словно не о деньгах речь, а как деньги — это как возможность обратить на себя внимание, как повод для ссоры, для которой, кстати, повод абсолютно вторичен. А так, тут тоже к вопросу коммуникативной функции. Действительно, очень важно, что ты сейчас об этом говоришь. Давай вместе этот момент обсудим. Это ты интересный, кстати, момент подсветил, что, по сути, это просто и для одного участника, и для второго это какую-то функцию может выполнять. Для девушки, например, способ привлечь к себе внимание, для мужчины тоже, в свою очередь, почувствовать себя важным. Меня о чем-то просят, показали, что я нужен тут. И так вот в два конца это все играет и работает, по сути. Да, потому что может тут и не о деньгах речь, что, вот, например, понятно, мы сейчас контекст додумываем. Дорогая, скажи, в чем дело на самом деле? Что если не о деньгах, то идет и речь. А если действительно такие же условия предыдущее время, они выполнялись и абсолютно устраивали каждую из сторон, а потом раз, какой-то щелучок, может быть, шепнули подруги на работе, как должно быть на самом деле, но это я так додумываю в качестве юморески, рассказываю, что на самом деле произошло. Если что-то, да, что действительно имеет важное значение, что мы можем обсудить. То есть здесь деньги в данном случае сами как покупательная способность может быть лишь вершиной айсберга. Я всегда в данном случае бы предложил посмотреть, а с точки зрения взаимоотношений за этими деньгами, что стоит. А вот смотри, у тебя с точки зрения своих жизненных ориентиров есть такая вот идея, когда генеральная линия, к которой ты, собственно, подтягиваешь все остальное. А в семейных отношениях есть какая-то такая история, за которую можно цепляться и вот как бы подтягивать себя для того, чтобы правильно, ну не то, что правильно, под себя как-то комфортно выстроить эти отношения и организовать жизнь? Что является ориентиром, как бы здесь на твой взгляд? Да, значит, тоже разрешите вернусь, я вот выше сказал про добрачный период жизненного цикла семьи. А этому добрачному периоду жизненного цикла семьи он еще включает в себя такой этап, как монада, когда человек самостоятельно решает свои хозяйственно-бытовые функции, живет отдельно от родителей или обрел независимость от родителей, интересен самому себе. У нас в сентябре будет 10 лет годовщина свадьбы, значит, с Марией... Какого числа? 10 сентября. Эх, у меня 30-го. Тоже сентябрь? Да. А мы девы оба, 6 сентября я, 21 сентября у нее день рождения, а 10 сентября свадьбы. У меня 21-го, у меня 22 сентября у дочки и у мамы день рождения. Вот. Совпали, да, едем дальше. Клан дев, да. И вот здесь, с точки зрения вот этой генеральной линии, на старте взаимоотношений это понимание, что я сам, вот это этап монады прохожу, монада, как моно-1, монада. Потом диада, триада. Триада – это рождение первого ребенка, монада. Я понимаю, что девушка тоже монаду проходит, что для нее мотивом вступать во взаимоотношения является невозможность выпорхнуть из родительского дома или чтобы мама перестала пилить, когда что замуж выйдешь. Вот. А то, что человек интересен, мы познакомились на репетиционной точке, она в соседнем зале репетировала, у нее там ансамбль, было два человека, она пианистка и бас-гитаристка. И мы с ребятами там рубили, вышли тогда, наперекур, короче, вышли тогда, и вот она проходила из туалета к себе в зал. Мы познакомились. И вот с точки зрения этой генеральной линии, то есть, есть некие предпосылки к ней ведущей, это то, насколько человек интересен самому себе. Я тогда заметил, работает, занимается музыкой в свободное время творчеством, и все, что мы, и я тоже такой, и это и сейчас идет, когда у людей есть и семья, которая их объединяет, и у них есть род деятельности, в которых они преуспевают. Я считаю свою супругу выдающимся специалистом в вопросах питания для здоровых людей, не как врач, а как нутрицолог, то есть работа над питанием людей, чтобы они потом не были вынуждены обращаться к врачу. И она следит за питанием в нашей семье, например, и во многом я понимаю, что я не был бы Альбертом, если бы не было такое внимание к вопросу питания, психологического комфорта, уюта дома. И вот, когда мы утром просыпаемся, например, вот Мария отвела Романа, сын, он во втором классе в школу, у нее есть дела, которыми он занимается, я иду в кабинет. Вот эта генеральная линия, в чем она здесь заключается, и она разворачивается еще на старте взаимоотношений, когда у каждого члена семьи, ну, в данном случае, давай, у супругов, есть как то, что их объединяет, они вместе, и есть у них поле, в которых они самореализуются и себя актуализируют, понимая свою ценность, значимость, развиваются, интересуются, потому что великая есть такая опасная ситуация и ловушка, когда для человека всей жизнью становится его семья. Это может быть нормально для некоторых систем, где для каждого участника это нормально, но если люди там предприимчиво настроены, и у них есть род деятельности, в которых они занимаются, им хочется иметь себе партнера тоже крепкого, с кем можно вместе на равных разговаривать. в противном случае, если с годами формируется пропасть в интеллектуальном понимании вещей, в культурных предпочтениях и прочее, то люди начинают отдаляться. Поэтому вот к вопросу генеральной линии, в моем частном случае здесь, это самореализованность каждого из участников, его способность быть интересным самому себе, и тогда он становится интересным другим. Вот эти крепкие границы и понимание, что мы вместе, потому что нам может и не вместе было бы хорошо, но вместе нам еще лучше, а не так, что не вместе мы будем на стену лезть. Ну вот это, когда любовная зависимость, ничего хорошего, она не формирует. Да, я как раз хотел следующий вопрос задать про создание своих границ, но ты по сути про него уже ответил, что границы формируют твой интерес к совместной деятельности и к раздельной деятельности. То есть если у тебя это полностью смешано, то твои границы очень сильно размывают, и ты не понимаешь, где твое, а где общее. И когда ты, по сути, зависим от другого человека, от того, что с ним ты своих границ не чувствуешь и не понимаешь, где находится зона твоего комфорта, а где нет. Да, правильно же? Да, да. И вот с точки зрения даже финансовой составляющей, большую часть бюджета, именно с точки зрения денег, она приходит в семью через мои руки. Но я прекрасно понимаю, и Мария прекрасно понимает, что пополам, что не было бы у меня этого прихода денежного, если бы не она. Через ее руки тоже деньги приходят, да? Ну, я имею в виду, вот если взять там пропорциональное значение, там, потому что 96% с моей стороны. Но прекрасно я понимаю, что в результат семейной системы вносят все участники поровну. Даже вот я это подчеркиваю и сыну, что благодаря тому его успеваемости в школе, что порядок, ну, там по поведению бывают, конечно, замечания, там учительница лютая, благо у меня не такая была, я бы не знаю, меня бы, наверное, часто ругали. Там красный дневник бывает очень часто. Все в порядке наилучшим образом. Ну, так вот, что как утром он встает хорошо, делает уроки, порядок в школе, это то, какой он вносит вклад в семью, таким образом он позволяет и родителям там работать, друг о друге заботиться. То есть в результат семейной системы вносят вклад все участники поровну. И вот здесь, к твоей истории, где конфликт между супругой и супругом, денег больше, меньше, видимо, нет этого понимания. Потому что я прекрасно понимаю, что если бы не вклад Марии, то не было бы такого Альберта. Это очень важный момент. Вообще, когда мы познакомились, я барменом работал, как бы алкаху наливал, в общем. Ну, так вот. И что только не делал тогда, в общем. И за ум взялся уже плавно, потом, последовательно, за что очень благодарен и ценю. Поэтому вот здесь это важно понимать, генеральная линия. Это результат семейной системы, это то, во что вносят вклад каждый из ее участников поровну. Нет такого, кто-то важнее, кто-то менее важен. Нет-нет-нет, все вносят вклад участники, свой и поровну. И какие бы ресурсы семейная система не аккумулировала, каждый из ее участников на них претендует. Особенно, когда они вместе выросли. Да. Это интересный момент здесь. Я, знаешь, Лися, я хотел тебя спросить по поводу, ну, еще не спросите, давайте, что тяжело приходится тем, кто и живет, и работает вместе. Например, когда супруги и партнеры по бизнесу, и муж и жена. Потому что очень сильно размывается вот это общее и раздельное. И здесь, конечно, сложная ситуация, по сути. То есть, как бы она, вот в твоей модели, из того, как ты рассказал, понятно, почему произрастает проблема. Очень сильно размываются роли, границы, и все в одну кучу, и полный хаос, как говорится. И здесь, хочешь ты, не хочешь, как бы ты, а не давай мы сейчас как супруги поговорим, а давай мы сейчас как партнеры поговорим. Там, ядерная бомба просто. Да, лучше использовать рычаг пространства. Я помню, когда начался карантин, вот три года назад начался карантин, я помню тот момент, конец марта, у нас даже бизнес-центр закрыли. То есть, у нас нельзя было в бизнес-центр приехать. У сына двоюродные братья и сестры поехали к моим родителям, к бабушке и с дедушкой. И Роман тоже к ним поехал, братья и сестры, и мы с Машенькой дома. У нас вот трехкомнатная квартира, и мы дома. И у нас было тоже время сосредоточено. Мы утром встаем, видимся мы утром, когда принимаем пищу. Потом мы расходимся по своим комнатам, занимаемся своими делами. Мы вообще не видимся. Мы встречаемся потом только на обеде, когда принимаем пищу. Потом прогуляемся вместе. Потом опять занимаемся своими делами. И на ужине уже потом отдыхаем. То есть, даже вот оказавшись в одном пространстве, мы учли этот момент, чтобы не было бы каждого из нас друг для друга слишком много, что вот по комнатам распределились, занимаемся своими делами. Я тогда представил, что карантин будет идти 10 лет, в общем. Как нужно организовать шиши, чтобы протянуть 10 лет, да? Да, и стал это регулярно записывать уроки, прямо такой в режим вошел, очень лютый тогда, и с радостью, с теплом его все-таки вспоминаю с точки зрения профессиональной деятельности. Поэтому это важный момент, чтобы не было такого детско-родительского слияния мать и дитя. Я, честно говоря, хочу тут плавно подвести итоги, потому что я уже сам такой, знаешь, я чувствую, что у меня мысли уже начинают закручиваться, и мне нужно обдумать и систематизировать их, знаешь, написать выводы. Какие, я, знаешь, я люблю подводить итог, делать выводы, которые я сделал, каждый сделает их сам, но вот что мне больше всего откликнулось и срезонировало, то, что по сути, про что бы мы ни говорили, про свое развитие, про бизнес, про отношения, оно все идет из одного. Ты понимаешь себя, ты понимаешь свои сильные и слабые стороны, свои желания, какие-то цели, мечты, и, исходя из этого, уже подтягиваешь свои решения, действия и мысли в том числе, да, то есть направляешь их куда-то. И если в бизнесе, например, ты имеешь как раз свою вот эту генеральную линию, и, исходя из которой, ты строишь свои убеждения, да, и свою картинку мира, а все инструменты, они являются уже вторичными скорее, да, первичными мыслями, твои какие-то идеи вторичные. То же самое здесь в семье, когда ты понимаешь, зачем тебе семья, зачем вы вместе собрались, и какой ты хочешь итог на дистанции получить, соответственно, ты подтягиваешь под это какие-то действия, решения, мысли, которые тебе нужны. Вот. И это, наверное, такой мой главный вывод, есть над чем подумать, потому что я по себе точно знаю, что во многих аспектах я очень часто думаю из момента, а не из того, куда я хочу прийти, и это меня оттягивает только назад, потому что я мыслю текущей проблемой, а не будущим решением, а не будущей какой-то идеей. Вот. Наверняка еще много всего, но вот это мой такой главный вывод и главная идея, которая мне очень откликается, очень резонирует, за что тебе огромное спасибо. Принял с благодарностью, Александр. Действительно, а что, если факт настоящего предопределен виденьем будущего? Да, абсолютно. Как ты оцениваешь нашу сегодняшнюю с тобой работу? Мы вначале обсудили, что должно произойти, чтобы получилось хорошо. Как оцениваешь? Ну и лучшим образом. Во-первых, я абсолютно не замечал, как проходит время в потоке. Здесь, дорогие коллеги, сообщили, что мы пишем уже более двух часов. Ну, с радостью, это как победа. Я подумал, надо же, я даже и не заметил, как это так происходит. Каждый момент наполнен радостью от процесса. Я очень рад. Супер, я тоже рад. Спасибо большое. И, как я тебе сказал еще до начала подкаста, что иногда я планирую, куда я хочу повести разговор, а он идет в другую сторону. Сегодня отчасти так и было, и я всегда радуюсь в такие моменты. Это значит, что разговор был интересным, живым и не запланирован, непредопределенным. Так что это очень здорово. Поэтому, дорогие мои, на самом деле у Альберта огромное количество бесплатных материалов. Вот Альберт мне книжку подарил, тут карточки интересные тоже мне подарил. И еще у тебя огромная библиотека бесплатных уроков тоже. У тебя же все бесплатное. Принял с благодарностью, да. Я, кстати, не настаивал на том, чтобы я на поле чудес с подарками приехал. По поводу книг, они в электронном формате, в открытом доступе. На Ютубе у меня все уроки в онлайн-формате, в открытом доступе. Смело можете изучать. На ваше усмотрение, да. Да, дорогие мои, теперь самое главное, традиционно, обязательно подпишитесь на канал, вырубите колокольчик. Если вам было полезно, если вам понравилось, обязательно втыкайте лайк. Если не понравилось, не полезно, втыкайте дизлайк, но помните, что мы вас запомним. Вот, это имейте в виду. Такая манипуляция у нас. И самое важное, самое-самое важное, это по традиции делиться в комментариях своими мыслями, идеями, выводами, которые вы сделали, какими-то мыслями, которые потенциально могут улучшить вашу жизнь. И читать, что пишут другие, обмениваться этими мыслями, потому что они зародят еще новые мысли. И это всегда очень круто в комментариях происходит. Поэтому уделите пару минут такой рефлексии, возможно, как раз комментарии станут пространством, где вы можете выписать то, что вам понравилось, нам очень понравилось. Спасибо тебе большое. Ссылки на Альберта будут в описании, кстати, тоже не забудьте подписаться. Благодарю, Александр. Уважаемая команда, уважаемые зрители, приятно с вами взаимодействовать. Большой привет. Спасибо. Пока. Пока, дорогие мои. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok